Эта забывчивость и неузнавание лиц, которых Федор Михайлович встречал в обществе, ставили подчас и меня в нелепое положение, и мне приходилось приносить за него извинения. Вспоминаю комические случаи по этому поводу. Муж, вежливо поздоровавшись, никогда с нею не беседовал. Она говорила об этом общим родным, а те передавали мне. При первой же поездке к Сниткинам я стала просить моего мужа побеседовать с Александрой Павловной и быть с нею как можно любезнее. — Хорошо, хорошо, — обещал Федор Михайлович, — ты только покажи, которые я издам, твоя крестная мать, а я уж найду интересный предмет для разговора. Ты останешься мною довольна. Приехав в гости, я указал Федору Михайловичу на сидевшую на диване даму. Он внимательно посмотрел сначала на нее, потом на меня, затем опять на нее и, вежливо с нею поздоровавшись, во весь остальной вечер так к ней и не подошел. Вернувшись домой, я упрекнула мужа, что он не захотел исполнить такой незначительной моей просьбы. — Да скажи мне, пожалуйста, Аня, — смущенно отвечал мне Федор Михайлович, — кто кому приходится крестной матерью? Ты ее крестила или она тебя? — Я вас обеих давеча рассматривал. Вы так мало отличаетесь друг от друга. Меня взяло сомнение, и чтоб не ошибиться, я решил лучше к ней не подходить. Дело в том, что разница между мною и крестной была сравнительно небольшая — шестнадцать лет, но так как я всегда очень скромно одевалась, почти всегда в темном, она же любила наряжаться и носить красивые наколки, то оказалась значительно моложе своих лет. Вот эта моложавость и ввела в смущение моего мужа. Но любопытнее всего было то, что через год, опять на Рождестве, зная, что я непременно встречусь у Сниткиных с моей крестной матерью, я обратилась к Федору Михайловичу с той уже просьбой, усиленно растолковывая ему степень моей к ней близости. По-видимому, муж выслушал меня очень внимательно, очевидно думая о чем-нибудь другом, обещал мне на этот раз с нею побеседовать, но так и не исполнил своего обещания. Прошлогодние сомнения опять к нему вернулись, и он не мог решить вопроса, кто из нас кого крестил, а спросить у меня при чужих счел неудобным. Забывчивость Федора Михайловича на самые обыкновенные и близкие ему имена и фамилии ставила его иногда в неудобное положение. Вспоминаю, как однажды муж пошел в наше Дрезденское консульство, чтобы засвидетельствовать мою подпись на какой-то доверенности. Сама я не могла пойти по болезни. Увидев из окна, что Федор Михайлович поспешно возвращается домой, я пошла к нему навстречу. Он вошел взволнованный и сердито спросил меня, «Аня, как тебя зовут? Как твоя фамилия?» «Достоевская?» — смущенно ответила я, удивившись такому странному вопросу. «Знаю, что Достоевская, но как твоя девичья фамилия?» Меня в консульстве спросили, чья ты урожденная, а я забыл, и приходится второй раз туда идти. И чиновники, кажется, надо мной посмеялись, что я забыл фамилию своей жены. Запиши мне ее на своей карточке, а то я дорогой опять забуду. Подобные случаи были нередки в жизни Федора Михайловича, и, к сожалению, доставляли ему много врагов. Часть десятая. Последний год. Глава первая. Книжная торговля. Начало 1880 года ознаменовалось для нас открытием нового нашего предприятия — книжной торговли Федора Михайловича Достоевского, исключительно для иногородних. Хотя с каждым годом наши денежные дела стали приходить в порядок, и большинство долгов, лежавших на Федора Михайловича еще с 60-х годов, было уплачено, тем не менее материальное положение наше было шатко. Жизнь становилась дороже и сложнее, а нам никак не удавалось отложить что-нибудь на черный день. Это нас чрезвычайно тревожило, тем более, что Федор Михайлович сам сознавал, что ему становится все труднее и труднее работать. Да и болезнь его эмфизема прогрессировала, и можно было опасаться, что ввиду ухудшения здоровья наступит перерыв в литературной работе. Вот на такой-то печальный случай и желалось бы иметь некоторый запас денег или какое-нибудь побочное занятие, которое бы их приносило. Но круг занятий для женщин и теперь довольно ограничен, а в те времена и подавно. Я долго раздумывала, каким бы таким заняться делом, которое могло бы послужить нам хотя бы некоторым подспорьем. После долгих обдумываний и расспросов знающих лиц, я остановилась на мысли открыть книжную торговлю для иногородних, тем более, что благодаря нескольким своим изданиям я отчасти уже ознакомилась с книжным делом. Начинаемое мною предприятие имело два преимущества. Первое, самое для меня главное, оно не заставляло меня отлучаться из дому, и я по-прежнему могла следить за здоровьем мужа, за воспитанием детей и управлять своим хозяйством и делами. Второе преимущество состояло в том, что для открытия книжной торговли не приходилось затрачивать почти никаких денег, не надо было нанимать магазина и обзаводиться товаром, а можно было на первое время ограничиваться покупкой тех книг, на выписку которых были высланы деньги. Единственный расход заключался в уплате торговых прав, и в найме мальчика, который бы ходил покупать книги, зашивал посылки и относил их на почту. Это составляло 250-300 в год, и на такую сумму можно было рискнуть. Конечно, для успеха дела требовались объявления в газетах, но на первый случай я понадеялась на те гектографированные объявления, которые я разослала к бывшим подписчикам дневника писателя, а в будущем году предполагала разослать на общих издержках с издательницей семейных вечеров. Большое объявление во многих тысячах экземпляров. Софьи Сергеевны Кашпиревой Это объявление было разослано в начале 1881 года, но уже не влияло на ход торговли. Конечно, предпринятое дело могло рассчитывать на успех в том только случае, если книжная торговля принадлежала Федору Михайловичу Достоевскому. Таким образом, взяв в казенной палате торговые права, Федору Михайловичу пришлось обратиться в купца, над чем не приминули поглумиться его газетные недруги. Эти глумления нисколько не задевали самолюбие моего мужа, так как он, вникнув в дело, одобрил мою идею и так же, как я, верил в успех нашего предприятия. Надежды мои на успех основывались главным образом на том предположении, что подписчики на дневник писателя 1876-1877 годов, привыкшие к аккуратному ведению дела в редакции, могли с доверием отнестись к книжной торговле того же издателя и при выписке нужных им книг. Надежды эти оправдались, и не прошло двух-трех месяцев, как из бывших подписчиков дневника писателя образовался кружок лиц, человек 30, которые ежемесячно выписывали книги через нашу книжную торговлю. Припоминаю, например, и епископа Полтавского, который при посредстве состоявшего при нем князя Елецкого выписывал ежемесячно для личной библиотеки и для подарков многие дорогие издания. Запомнил еще инженера из Минска, который на крупные суммы выписывал книги и не по одной своей специальности. Но кроме образовавшегося прочного кружка покупателей, оказалось немало и единичных лиц, заметивших вновь открывшуюся книжную торговлю. Конечно, были и досадные клиенты, вроде подписчиков на какую-нибудь газету, причем в пользу торговли очищалось 25 копеек, но еще более досаждали покупщики, заставлявшие разыскивать какую-нибудь давным-давно распроданную книгу. После продолжительных и добросовестных поисков приходилось таким заказчикам возвращать их деньги обратно. От меня лично книжная торговля не отнимала много времени. Приходилось лишь вести книги, записывать требования и писать счет. Мальчика же мне рекомендовали уже служившего в книжном магазине, и Петр, несмотря на свои 15 лет, отлично справлялся с покупкой книг и с их отправкой. Это был известный впоследствии ленинградский книготорговец Петр Григорьевич Кузнецов, оставивший воспоминания о своей работе мальчиком в книжном магазине Достоевского. Смотри Кузнецов, служба у Достоевского, публикация Белова, книжная торговля, 1964 год, номер 5, страница 40, 41. Кузнецов, на службе у Достоевского, в 1879-81 годах, публикация Зильберштейна, «Литературное наследство», том 86-й, 332-я, 336-я страницы. Федор Михайлович очень интересовался ходом нашего предприятия, и в конце каждого месяца я составлял для него рапортичку доходов и расходов по этому делу. Обыкновенно прибыль колебалась от 80-90 рублей в начале и конце года при подписке на журналы и газеты и от 40-50 рублей в летние месяцы. В общем, первый год торговли дал за всеми расходами чистой прибыли 811 рублей, и такой результат мы с Федором Михайловичем сочли хорошим предзнаменованием для будущего. Разумеется, дело могло принять сразу более широкие размеры, были требования от учебных заведений, и земских складов выслать им книги в кредит, но так как на приобретение книг требовались значительные суммы, то, несмотря на предстоявшую выгоду, нам приходилось от таких покупателей отказываться. Книжная торговля для иногородних – дело очень прибыльное, разумеется, при умелом и аккуратном ведении его. И на моих глазах подобные небольшие книжные торговли за три десятка лет обратились в солидные книгопродавческие фирмы братья Башмаковы, Панафидин, Клюкин. И я вполне убеждена, что если б я продолжала свою книгопродавческую деятельность, то имела бы я теперь магазин не хуже нового времени. Не продолжала же я книжные дела, потому что предприняла издание полного собрания сочинений моего мужа, которое потребовало от меня все мои силы и все мое время. Когда после кончины Федора Михайловича я объявила о намерении закрыть книжную торговлю, то многие лица стали просить меня передать им мое предприятие. Некоторые даже желали купить фирму и предлагали за нее около полутора тысяч рублей. Но я не согласилась. Вести книжную торговлю, соединенную с именем Федора Михайловича Достоевского, могла лишь я сама, так как сознавала себя ответственную за достоинство фирмы. Неизвестно, как бы подсмотрел на этот вопрос, купивший фирму или получивший ее в дар, и не подверглось ли бы, дорогое для меня имя Федора Михайловича, порицанию или глумлению в случае неумелого или недобросовестного ведения дел эту фирмую. Таким образом, в начале марта 1881 года книжная торговля Федора Михайловича Достоевского прекратила свое существование. Впрочем, я вспоминаю это мое недолговременное предприятие с хорошими чувствами, главным образом за те добрые отношения, которые установились между покупателями и книжной торговлей. Некоторые лица наивно полагали, что Федор Михайлович Достоевский действительно сам занимается продажей книг, и писали, обращаясь к нему лично. Другие, адресуясь в книжную торговлю, просили передать Федору Михайловичу свой восторг, испытанный при чтении романа «Братья Карамазовы» или другого его произведения. Иные просили при присылке счета сообщить на нем о здоровье великого писателя и выражали ему лучшие пожелания. Некоторыми подобными наивными и восторженными письмами Федор Михайлович был тронут до глубины души и просил меня написать корреспондентам от его имени поклоны и приветствия. Федор Михайлович, так часто встречавший недоброжелательство от своих литературных и иных друзей и критиков, очень ценил простодушные, а иногда наивные выражения восторга пред его талантом, уважения и преданности от совершенно ему незнакомых, но сочувствовавших его художественной деятельности людей. Глава 2. Начало 1880 года. Литературные вечера. Посещение знакомых. Вообще говоря, 1880 год начался для нас при благоприятных условиях. Здоровье Федор Михайлович после поездки в Эмс в прошлом году, в 1879, по-видимому, очень окрепло, и приступы эпилепсии стали значительно реже. Дети наши были совершенно здоровы, братья Карамазовы имели несомненный успех, и некоторыми главами романа Федор Михайлович всегда столь строгий к себе был очень доволен. Посылая в русский вестник очередные главы братьев Карамазовых, Достоевский писал редактору русского вестника Любимову 30 января 1879 года. «Я же эту третью книгу, теперь высылаемую, далеко не считаю дурною, напротив, удавшуюся...» Простите великодушно, маленькое самохвальство. «Вспомните апостола Павла. Меня не хвалят, так я сам начну хвалиться». Письма, том 4, 46-я страница. Задуманное нами предприятие, книжная торговля, осуществилось. Наши издания хорошо продавались, и вообще все дела шли недурно. Все эти обстоятельства, вместе взятые, благоприятно влияли на Федора Михайловича, и настроение его духа было веселое и приподнятое. В начале года Федор Михайлович был очень заинтересован предстоявшим диспутом Владимира Соловьева на доктора философии, и непременно хотел присутствовать на этом торжестве. Я тоже поехала с мужем, главным образом, чтобы его уберечь от возможной в толпе простуды. Диспут был блестящий, и Соловьев с успехом отразил нападки серьезных своих оппонентов. Федор Михайлович остался ждать, пока публика не разошлась, чтобы иметь возможность пожать руку виновнику торжества. Соловьев был, видимо, доволен тем, что Федор Михайлович, несмотря на свою слабость, захотел быть в университете в числе его друзей в такой знаменательный день его жизни. Докторскую диссертацию «Критика отвлеченных начал» Владимир Соловьев защитил 6 апреля 1880 года в Петербургском университете. В 1880 году, несмотря на то, что Федор Михайлович усиленно работал над братьями Карамазовыми, ему пришлось много раз участвовать в литературных чтениях в пользу различных обществ. Мастерское чтение Федора Михайловича всегда привлекало публику, и если он был здоров, он никогда не отказывался от участия, как бы ни был в то время занят. В начале года я запомнила следующее его выступление. По просьбе Вейнберга Федор Михайлович читал 2 февраля в Коломенской женской гимназии. 20 марта Федор Михайлович читал в зале Городской думы в пользу отделения несовершеннолетних Санкт-Петербургского дома «Милосердие». Он выбрал для чтения беседу старца Зосимы с бабами. Не могу не сказать об одном курьезе, случившемся со мной на литературном вечере 20 марта 1880 года. Зал Городской думы был переполнен нарядную публикою, среди которых преобладал мужской элемент. Когда я разглядывала публику, меня поразило одно обстоятельство именно, что лица большинства мужчин мне показались чрезвычайно знакомыми. Я сказала об этом Федору Михайловичу, и он подивился такому странному явлению. Но оно разъяснилось, когда в антракте всех участвующих и их жен попросили пожаловать в соседнюю залу. Там, на больших столах, стояли вазы с шампанским, фруктами, конфетами. И распорядители вечера, городской голова Глазунов и его супруга, очень радушно угощали певцов и литераторов. Госпожа Глазунова была попечительницей отделения Санкт-Петербургского дома милосердия, и, конечно, все купцы и приказчики гостиного двора отозвались на ее зов посетить литературный вечер в пользу патронируемого ею учреждения. А так как я, запасаясь в виду лета материями для детских платьиц, в поисках красивых рисунков, на днях обошла весь гостиный двор, то лица приказчиков мне запомнились и теперь показались знакомыми. Я была очень довольна, что явление, которое я готова была принять за какую-нибудь неизвестную мне болезнь, так просто объяснилось. Примечание Достоевской. Случилось так, что Федору Михайловичу пришлось и на следующий день, 21 марта, участвовать в зале благородного собрания в пользу педагогических курсов. Муж выбрал отрывок из «Преступление и наказание. Сон Раскольникова о загнанной лошади». Впечатление было подавляющее, и я сама видела, как люди сидели бледные от ужаса, а иные плакали. Я сама не могла удержаться от слез. Последним весенним чтением этого года был разговор Раскольникова с Мармеладовым, прочитанный мужем в благородном собрании 28 марта в пользу общества с помощиствованием студентам Санкт-Петербургского университета. Осенью 1880 года литературные чтения возобновились. Председатель литературного фонда Гаевский, слышавший на Пушкинском празднестве чтение Федора Михайловича, уговорил его участвовать в пользу литературного фонда 19 октября, в день лицейской годовщины. Федор Михайлович прочел сцену в подвале из «Скупого рыцаря», сцена вторая, затем стихотворение «Как весенней теплой порой». А когда его стали вызывать, то прочел пророка, чем вызвал необыкновенный энтузиазм публики. Казалось, стены кредитного общества сотрясались от бурных аплодисментов. Федор Михайлович раскланивался, уходил, но его вызывали вновь и вновь, и это продолжалось минут десять. О выступлении Достоевского 19 октября 1880 года смотри дневник и записки 1854-1886, Штекеншнейдер, Москва-Ленинград, 1934 год. О выступлениях Достоевского в 1880 году смотри также «Письма Вейнберга к Достоевскому», публикация Степановой, материалы, том 4, 239-252 страницы. Ввиду громадного успеха этого чтения, Гаевский решил повторить его через неделю, 26 октября, с той же программой и теми же исполнителями. Благодаря городским толкам этот вечер привлек громадную толпу публики, которая не только заняла места, но густою толпою стояла в проходах. Когда вышел Федор Михайлович, публика стала аплодировать и долго не давала начать говорить, затем прерывала на каждом стихе рукоплесканиями и не отпускала с кафедры. Особенного подъема достиг восторг толпы, когда Федор Михайлович прочел «Пророка». Происходило что-то неописуемое по выражениям восторга. 21 ноября в зале благородного собрания опять чтение в пользу литературного фонда. В первом отделении прочел стихотворение Некрасова «Когда из мрака заблуждение», а во втором – отрывки из первой части поэмы Гоголя «Мертвые души». 30 ноября в зале городского кредитного общества был устроен вечер в пользу общества с помощиствованием студентам Санкт-Петербургского университета. Федор Михайлович прочел похороны Илюшечки. Чтение это, несмотря на тихий голос, было до того художественно, до того затронуло сердца, что я кругом себя видела скорбные и плачущие лица, и это не только у женщин. Студенты преподнесли мужу лавровый венок и проводили его большою толпою до самого подъезда. Федор Михайлович мог воочию убедиться, до чего его любят и чтит молодежь. Сознание этого было очень дорого мужу. На литературных чтениях публика принимала Федора Михайловича необыкновенно радушно. Появление его на эстраде вызывало гром аплодисментов, которые продолжались несколько минут. Федор Михайлович вставал из-за читального столика, раскланивался, благодарил, а публика не давала ему читать, а затем во время чтения прерывала его не раз оглушительными рукоплесканиями. То же было и при окончании чтения, и Федору Михайловичу приходилось выходить на вызовы по три-четыре раза. Конечно, восторженное отношение публики к его таланту не могло не радовать Федора Михайловича, и он чувствовал себя нравственно удовлетворенным. Пред чтением Федор Михайлович всегда боялся, что его слабый голос будет слышен лишь в передних рядах, и эта мысль его огорчала. Но нервное возбуждение Федора Михайловича в таких случаях было таково, что обычно слабый голос его звучал необыкновенно ясно, и каждое слово было слышно во всех уголках большой залы. Интересно, что сам Достоевский, по свидетельству современников, часто говорил об особом характере своих литературных чтений. Разве я голосом читаю, я нервами читаю? Мошин, новое о великих писателях, издание Второе, Санкт-Петербург, 1908 год, страница 73. Надо сказать правду, Федор Михайлович был чтец первоклассный, и в его чтении своих или чужих произведений все оттенки и особенности каждого передавались с особенную выпуклостью и мастерством. Чтобы не быть голословной, приведу слова Венгерова о впечатлении, произведенном на него чтением Федора Михайловича. На мою долю выпало великое счастье слышать его Достоевского чтения на одном из вечеров, устроенных в 1879 году литературным фондом. Достоевский не имеет никого себе равного, как чтеца. Чтецом Достоевского можно назвать только потому, что нет другого определения для человека, который выходит в черном сюртуке на эстраду и читает свое произведение. На том же вечере, когда я слышал Достоевского, читали Тургенев, Салтыков-Щедрин, Григорович, Полонский, Алексей Потехин. Кроме Салтыкова, читавшего плохо, и Полонского, читавшего слишком приподнято торжественно, все читали очень хорошо. Но именно только читали. А Достоевский в полном смысле слова пророчествовал. Тонким, но пронзительно отчетливым голосом и невыразимо захватывающе читал он одну из удивительнейших глав братьев Карамазовых «Исповедь горячего сердца» — рассказ Мити Карамазова о том, как пришла к нему Катерина Ивановна за деньгами, чтобы выручить отца. И никогда еще с тех пор не наблюдал я такой мертвой тишины в зале, такого полного поглощения душевной жизни тысячной толпы настроениями одного человека. Когда читали другие, слушатели не теряли своего «я», и так или иначе, но по-своему относились к слышанному. Даже совместное с Савиной превосходное чтение Тургенева не заставляло забываться и не уносило ввысь. А когда читал Достоевский, слушатель, как и читатель кошмарно-гениальных романов его, совершенно терял свое «я» и весь был в гипнотизирующей власти этого изможденного, невзрачного старичка, с пронзительным взглядом беспредметно уходивших куда-то глаз, горевших мистическим огнем, вероятно, того же блеска, который некогда горел в глазах протопопа Аввакума. Речь 1915 год, 25 апреля. Примечание Достоевской. Венгеров рассказывает об одном из литературных вечеров, состоявшихся 9 и 16 марта 1879 года в зале благородного собрания. Тургенев на первом вечере прочел «Бурмистра», на втором рассказ «Бирюк» и вместе с Савиной отрывок из комедии «Провинциалка». Смотри «Голос», 1879 год, номер 70, 11 марта, номер 77, 18 марта. Сборник Тургенев и Савина, Петроград, 1918 год, страницы 68, 69 и 80. А между тем, Федор Михайлович читал просто, не прибегая ни к каким ораторским приемам. Своим чтением, особенно когда он читал рассказ Нелли из «Униженных» или Алеши Карамазова про Илюшечку, Федор Михайлович производил впечатление потрясающее, и я видела у присутствовавших слезы на глазах. Да и сама я плакала, хотя наизусть знала отрывки. Каждому своему чтению Федор Михайлович считал полезным предпослать небольшое предисловие, для того, чтобы оно было понятно лицам, которые или не читали, или забыли произведение. Кроме литературных вечеров, Федор Михайлович в зиму 1879-80 года часто посещал своих знакомых, бывал по субботам у удостоуважаемого Ивана Петровича Корнилова, бывшего попечителя Виленского учебного округа, у которого встречал много ученых и лиц, занимавших высокое официальное положение. Бывал на вечерах у Елены Андреевны Штекеншнейдер, дочери знаменитого архитектора. У ней по вторникам собирались многие выдающиеся литераторы, читавшие иногда свои произведения. Штекеншнейдер, дневник и записки, 1854-1886 годы, Москва-Ленинград, 1934 год. Устраивались у ней и домашние спектакли. Например, я запомнила, что мы с мужем зимою 1880 года присутствовали на представлении Дон Жуана. Исполнителями пьесы были Аверкиева, Донна, Анна, с большим талантом исполнившие свою роль поэт Случевский и Страхов. Роль так подходила к нему, что Федор Михайлович аплодировал ему и был очень весел в тот вечер. У Штекеншнейдер Федор Михайлович в эту зиму познакомился с Лидией Ивановную Веселицкой, Впоследствии известной писательницей Микулич. Отмечу как чуткость и провидение Федора Михайловича. Поговорив с молодой девушкой два-три раза, Федор Михайлович, несмотря на молодость ее и понятное смущение, угадал в ней не заурядную барышню, а заключающую в себя задатки чего-то высшего, стремление ее к идеалу и, наверное, литературный талант. В этом Федор Михайлович не ошибся, и автор «Мимочки» своими произведениями оставил заметный след в русской литературе. О знакомстве и встречах с Достоевским Веселицкая оставила воспоминания «Микулич. Встреча со знаменитостью. Москва. 1903 год». Эти воспоминания вошли в ее книгу «Встречи с писателями. Ленинград. 1929 год». Федор Михайлович очень уважал и любил Елену Андреевну Штакеншнейдер за ее неизменную доброту и кротость, с которую она переносила свои постоянные болезни, никогда на них не жалуюсь, а, напротив, ободряя всех своей приветливостью. В семье Штакеншнейдеров особенную симпатией пользовался брат Елены Андреевны, Адриан Андреевич, человек большого ума и искренний почитатель таланта Федора Михайловича. С Адрианом Андреевичем, как с талантливым юристом, Федор Михайлович советовался во всех тех случаях, когда дело касалось порядков судебного мира, и ему Федор Михайлович обязан тем, что в «Братьях Карамазовых» все подробности процесса Мити Карамазова были до того точны, что самый злостный критик, а таких было немало, не смог бы найти каких-либо упущений или неточностей. Чрезвычайно любил Федор Михайлович посещать Победоносцево. Но всего чаще в годы 1879-80 Федор Михайлович посещал вдову покойного поэта графа Алексея Толстого, графиню Софью Андреевну Толстую. Это была женщина громадного ума, очень образованная и начитанная. Беседы с ней были чрезвычайно приятны для Федора Михайловича, который всегда удивлялся способности графини проникать и отзываться на многие тонкости философской мысли, так редко доступной кому-либо их женщин. Софья Андреевна Толстая создала в своем доме литературный салон, который посещали Гончаров, Тургенев, Владимир Соловьев. Достоевский относился к ней с большим уважением и теплотой, о чем свидетельствует его письмо к Толстой от 13 июня 1880 года. Письма, том 4, 174 страница. Любовь Федоровна Достоевская в своей книге воспоминаний пишет в главе «Салон графини Толстой». Среди литературных салонов Петербурга, которые посещал Достоевский в последние годы своей жизни, самым значительным был салон графини Толстой, вдовы писателя Алексея Толстого. Как свидетельствует дочь писателя, Достоевский говорил, что, по его мнению, Толстая обладала проницательным умом, острым, как сталь. После того, как графиня Толстая поселилась в Петербурге, она стала принимать в своем доме всех прежних друзей своего мужа, поэтов и писателей и попыталась завязать новые литературные знакомства. После того, как она встретила моего отца, она поспешила пригласить его и была с ним очень любезна. Мой отец обедал у нее, ходил на ее вечера, согласился прочесть в ее салоне некоторые главы из братьев Карамазовых до их публикации. Вскоре у него вошло в привычку заходить к графине Толстой во время своей прогулки, чтобы обменяться новостями дня. Моя мать, хотя и была немного ревнива, но соглашалась с тем, что ее муж часто посещал графиню, которая в то время уже вышла из возраста соблазнительницы. Всегда одетая в черное, с вдовью и вуалью на седых волосах, совсем просто причесанная, графиня пыталась нравиться только своим умом и своим любезным обхождением. Она очень мало выходила и к четырем часам всегда была уже дома, готовая предложить Достоевскому его чашку чаю. Графиня была очень образована, много читала на всех европейских языках и часто обращала внимание моего отца на какую-нибудь интересную, появившуюся в Европе статью. Достоевский много времени тратил на создание своих романов и, естественно, не мог так много читать, как он бы этого хотел. Вежливый и любезный тон, царивший в салоне графиня, был приятным разнообразием по сравнению с тривиальностью других литературных салонов. Мой отец предпочитал комфорт и сдержанную элегантность салона «Толстой». Любовь Федоровна Достоевская об отце, публикация Белова, литературное наследство, том 86, 303, 304 страницы. Но кроме выдающегося ума графиня Толстая обладала нежным, чутким сердцем, и я всю жизнь с глубокую благодарностью вспоминаю, как она сумела однажды порадовать моего мужа. Как-то раз Федор Михайлович, говоря с графиней о Дрезденской картинной галерее, сказал, что в живописи выше всего ставит Сикстинскую Мадонну, и, между прочим, прибавил, что к его огорчению ему все не удается привезти из-за границы хорошую большую фотографию с Мадонны, а здесь достать такую нельзя. Федор Михайлович, отправляясь в Эмс, непременно хотел купить хорошую копию с этой картины, но все не удавалось исполнить это намерение. Я тоже разыскивала большую копию с Мадонны в столичных эстампных магазинах, но тоже безуспешно. Прошло недели три после этого разговора, как в одно утро, когда Федор Михайлович еще спал, приезжает к нам Владимир Соловьев и привозит громадный картон, в котором была заделана великолепная фотография с Сикстинской Мадонны в натуральную величину, но без персонажей Мадонну окружающих. Владимир Сергеевич, бывший большим другом графини Толстой, сообщил мне, что она списалась со своими дрезденскими знакомыми, те выслали ей эту фотографию, а графиня просит Федора Михайловича принять от нее картину на добрую память. Это случилось в половине октября 1879 года, и мне пришло на мысль тотчас вставить фотографию в раму и порадовать ею Федора Михайловича в день его рождения, 30 октября. Я высказала мою мысль Соловьеву, и он ее одобрил, тем более, что, оставаясь без рамы, фотография могла испортиться. Я просила Владимира Сергеевича передать графине мою сердечную благодарность за ее добрую мысль, а вместе с тем предупредить, что Федор Михайлович не увидит ее подарка ранее дня своего рождения. Так и случилось. Накануне 30-го прекрасная темного дуба резная рама, со вставленную в нее фотографией, была доставлена переплетчиком и вбит для нее гвоздь в стену прямо над диваном, постелью Федора Михайловича, где всего лучше выдавались на свету все особенности этого шедевра. Утром в день нашего семейного праздника, когда Федор Михайлович ушел пить чай в столовую, картина была повешена на место. После веселых поздравлений и разговоров мы вместе с детьми отправились в кабинет. Каково же было удивление и восторг, Федор Михайлович, когда глазам его представилась столь любимая им Мадонна. «Где ты могла ее найти, Аня?» — спросил Федор Михайлович, полагая, что я ее купила. Когда же я объяснила, что это подарок графине Толстой, то Федор Михайлович был тронут до глубины души ее сердечным вниманием и в тот же день поехал благодарить ее. Сколько раз в последний год жизни Федора Михайловича я заставала его стоящим перед эту великую картиную в таком глубоком умилении, что он не слышал, как я вошла, и чтобы не нарушать его молитвенного настроения, я тихонько уходила из кабинета. «Понятно моя сердечная признательность графине Толстой за то, что она своим подарком дала возможность моему мужу вынести пред ликом Мадонны несколько восторженных и глубоко прочувствованных впечатлений. Эта фотография составляет нашу семейную реликвию и хранится у моего сына». Федор Михайлович любил посещать графиню Толстую еще и потому, что ее окружала очень милая семья. Ее племянница Софья Петровна Хитрово, необыкновенно приветливая молодая женщина и трое ее детей, два мальчика и прелестная девочка. Детки этой семьи были ровесниками наших детей, мы их познакомили и дети подружились, что очень радовало Федора Михайловича. У графини Толстой Федор Михайлович встречался со многими дамами из великосветского общества, с графиней Толстой, родственницей графа Льва Толстого, с Нарышкиной, княгиней Комаровской, с Абаза, княгиней Волконской, Ванлярской, певицей Лавровской, княгиней Цертелевой и другими. В книге «Толстовский музей», том 1, переписка Льва Николаевича Толстого с Толстой, 1857-1903 годы, Санкт-Петербург, 1911 год. Приводится воспоминание Толстой о встречах с Достоевским. Судя по этим воспоминаниям, Толстая, сблизившись с Достоевским незадолго до его смерти, знакомила его с новыми взглядами Льва Толстого, давала читать его письма. Биографы Достоевского до сих пор не обращали внимания на упоминание имени Лавровской в числе знакомых писателей в последние годы его жизни. А между тем речь идет о выдающейся русской певице Елизавете Андреевне Лавровской, пользовавшейся редкой популярностью в кругах русской художественной интеллигенции. Ее талант высоко ценили Тургенев и Чайковский, который считал Лавровскую одной из крупнейших представительниц русской вокальной школы. Смотри, Чайковский, полное собрание сочинений, том 2, Москва, 1953 год. Он посвятил ей шесть романцев, оп. 27, 1875 год, и вокальный квартет «Ночь», 1893 год. В Государственной библиотеке имени Ленина хранится письмо Лавровской к Достоевскому, где она благодарит его за присланный портрет, за речь о Пушкине и дневник писателя. Все эти дамы относились чрезвычайно дружелюбно к Федору Михайловичу. Некоторые из них были искренними поклонницами его таланта, и Федор Михайлович, так часто раздражаемый в мужском обществе литературными и политическими спорами, очень ценил всегда сдержанную и деликатную женскую беседу. Из лиц, с которыми Федор Михайлович любил беседовать, и которых часто посещал в последние годы своей жизни, упомянул графиню Елизавету Николаевну Гейден, председательницу Георгиевской общины. Федор Михайлович чрезвычайно уважал графиню за ее неутомимую благотворительную деятельность и всегда возвышенные мысли. Любил Федор Михайлович бывать у Юлии Денисовны Засецкой, дочери партизана Дениса Давыдова, и постоянно вел с нее горячие, хотя и дружеские споры по поводу ее религиозных убеждений. Бывал Федор Михайлович изредка у Философовой, которую очень ценил за ее энергическую деятельность и говорил, что у нее умное сердце. Дружеские отношения известной общественной деятельницы Философовой и Достоевского, к которому она относилась как к своему дорогому нравственному духовнику, смотри мемуары Философовой в книге «Достоевские в воспоминаниях», том 2, 322-324 страницы, представляют несомненный интерес. В 70-е годы Философова была настроена весьма оппозиционно. В ее квартире хранилась нелегальная литература, существует предположение, что у нее скрывалась после суда Вера Засулич. «Я ненавижу настоящее наше правительство. Это шайка разбойников, которые губят Россию», писала Философова своему мужу, главному военному прокурору. «Смотри сборник памяти Философовой», том 1, Петроград, 1915 год, страница 326. Достоевский относился к Философовой с большим уважением, писал о ее прекрасном умном сердце, письма, том 4, страница 66-67. И, судя по рассказу ее дочери Каменецкой, очень волновался, узнав о возможном аресте Философовой. Смотри Достоевские воспоминания, том 2, 326-я страница. Смотри также Трубецкая, Достоевский и Философова, публикация Белова, русская литература, 1973 год, номер 3, страница 116-118. Кстати, скажу, что Федор Михайлович имел много искренних друзей среди женщин, и они охотно поверяли ему свои тайные сомнения и просили дружеского совета, в котором никогда не получали отказа. Напротив того, Федор Михайлович с сердечной добротой входил в интересы женщин и искренно высказывал свои мнения, рискуя иногда огорчить свою собеседницу. Но доверявшиеся ему чутьем понимали, что редко кто понимал так глубоко женскую душу и ее страдания, как понимал и угадывал их Федор Михайлович. Глава 3. Поездка в Москву на Пушкинский праздник. В марте 1880 года в литературных кружках стали ходить слухи о том, что памятник, сооружаемый Пушкину в Москве, готов и будет открыт эту же весною, причем предполагается совершить его открытие с особенную торжественностью. Предстоявшие события очень заинтересовало наше интеллигентное общество, и многие собирались поехать на торжество. В Москве составился комитет по открытию памятника, а общество любителей артийской словесности при Императорском Московском университете постановило праздновать открытие памятника публичными заседаниями. Председатель общества Юрьев разослал выдающимся литераторам приглашение прибыть на торжество. Из числа наиболее известных писателей, кому было прислано приглашение, на пушкинских празднествах в Москве не присутствовали Салтыков-Щедрин, Гончаров и Толстой. В письме к Юрьеву от 8 мая 1880 года Салтыков-Щедрин объяснил свой отказ приехать в Москву болезнью, Однако позднейшие высказывания Салтыкова-Щедрина о пушкинском празднике свидетельствуют о том, что не только и не столько болезнь помешала ему принять участие в пушкинских торжествах. Салтыков-Щедрин был, по-видимому, недоволен тем, что демократические силы не возглавили организацию торжеств. 25 июня 1880 года он писал Островскому «Пушкинский праздник вызвал во мне некоторые недоумения. По-видимому, умный Тургенев и безумный Достоевский сумели похитить у Пушкина праздник в свою пользу». Салтыков-Щедрин, собрание сочинений, том 19, книга 1, Москва, 1976 год, страница 157. Лев Толстой, за которым специально ездил в Ясную Поляну Тургенев, также отказался принять участие в пушкинских торжествах. По словам Станюковича, этот отказ вполне последователен. Граф Толстой высказывал не раз, что наша литература служит приятным времяпрепровождением для обеспеченных людей, а народу решительно все равно, существовал ли Пушкин или нет. Дело, 1880 год, номер 7, страница 107. Такое же приглашение получил Федор Михайлович. В пригласительном письме было предложено ему, как и другим, в случае его желания, произнести на торжественном заседании речь, посвященную памяти Пушкина. Разноречивые толки, ходившие в столице, по поводу тех речей, которые будут произнесены представителями двух тогдашних партий, западников и славянофилов, очень волновали Федор Михайлович. И он объявил, что если болезнь не помешает, то он непременно поедет в Москву и выскажет в своей речи о Пушкине все то, что столь многие годы лежало у него на уме и на сердце. При этом Федор Михайлович выразил желание, чтобы и я поехала с ним. Конечно, я была страшно рада поехать в Москву, не только ради того, чтобы увидеть столь необычное торжество, но и чтобы быть вблизи Федора Михайловича в эти для него тревожные, как я предвидела заранее, дни. К чрезвычайному моему горю и искреннему сожалению Федора Михайловича наша совместная поездка не могла осуществиться. Когда мы стали подсчитывать, во что может нам обойтись поездка, то пришли к убеждению, что она нам недоступна. После смерти нашего сына Алеши Федор Михайлович, всегда горячо относившийся к детям, стал еще мнительнее насчет их жизни и здоровья, и нельзя было и подумать уехать нам обоим, оставив детей на няньку. Следовало взять детей с собой. Но так как путешествие и пребывание в Москве не могло продлиться менее недели, то наше житье с детьми в хорошей гостинице, вместе с проездом в Москву и обратно, не могло нам стоить менее трехсот рублей лишних. К тому же на подобное торжество надо было и мне явиться одетой в светлом, если и не роскошно, то все-таки прилично, а это увеличивало стоимость поездки. Как назло наши счеты с русским вестником были несколько запутаны, и взять денег из редакции представлялось затруднительным. Словом, после долгих размышлений и колебаний мы с мужем пришли к заключению, что я должна отказаться от пленявшей меня мысли поехать в Москву на торжество. Скажу, что впоследствии я остальную жизнь считала для себя величайшим лишением то обстоятельство, что мне не привелось присутствовать при том необычайном триумфе, которого удостоился мой дорогой муж на Пушкинском празднике. Чтобы иметь возможность в тишине и на свободе обдумать и написать свою речь в память Пушкина, Федор Михайлович пожелал раньше переехать в Старую Руссу, и в самом начале мая мы всей семьей были уже у себя на даче. В апреле 1880 года Федору Михайловичу стали говорить знакомые, что в вестнике Европы появилась статья Анненкова под названием «Замечательное десятилетие», в которой автор говорит и о Достоевском. Федор Михайлович очень заинтересовался статьей и просил меня достать из библиотеки апрельскую книжку журнала. Мне удалось ее достать от знакомых только пред самым отъездом в Руссу, и мы увезли книгу с собой. Прочитав статью, муж мой пришел в негодование. Анненков в своих воспоминаниях сообщает, что Достоевский был такого высокого мнения о своем литературном таланте, что будто бы потребовал, чтобы его первое произведение «Бедные люди» было отмечено особо, именно было напечатано с каймой по сторонам страниц. Муж был страшно возмущен такой клеветой и немедленно написал Суворину, прося его заявить в новом времени от его имени, что ничего подобного тому, что рассказано в вестнике Европы Анненковым насчет каймы не было и не могло быть. Многие из сверстников Федора Михайловича, например, Майков, отлично помнившие те времена, тоже были возмущены к статьею Анненкова, и Суворин на основании письма Федора Михайловича и свидетельств современников написал по поводу каймы две талантливых заметки 2 и 16 мая 1880 года и поместил их в новом времени. В ответ на опровержение Федора Михайловича Анненков высказал в пропуск в рукописи, что произошла ошибка, что требование каймы относилось до другого произведения Федора Михайловича под названием «Рассказ Плесмалькова», никогда не написанного. «Клевета Анненкова так возмутила моего мужа, что он решил, если придется встретиться с ним на Пушкинском празднестве, не узнать его, а если подойдет, не подать ему руки». Впервые об этом эпизоде, не называя имени Зостоевского, рассказывал Панаев в «Современнике» 1855 год, номер 12, страница 235. Вторично об этом же написал Анненков в апрельском номере «Вестника Европы» за 1880 год. Суворин возразил Анненкову в «Новом времени» 1880 год, 4 апреля и 2 мая, сообщив, что в петербургском сборнике 1846 года бедные люди напечатаны без всякой каймы. В ответ на опровержение «Нового времени» редакция «Вестника Европы», а не Анненков, как пишет Анна Григорьевна, он был за границей, в майском номере за 1880 год ответила, что речь шла не о бедных людях, а о рассказе Плесмалькова, предназначавшемся Достоевским для задуманного Белинским сборника «Левиафан». Но на самом деле, как утверждало «Новое время» в заметке от 5 мая 1880 года, никакого рассказа Плесмалькова у Достоевского не было. Для «Левиафана» им были задуманы сбритые бакенбарды и повесть об уничтоженных канцеляриях. В письме к Суворину от 14 мая 1880 года Достоевский просит еще раз выступить с заявлением по поводу каймы. Письма, том 4, 143 страница. 18 мая, а не 16-го, как указано в мемуарах 1880 года, в новом времени появилось от имени Достоевского заявление. «Федор Михайлович Достоевский, находясь в Старой Руси, где он лечится, просит нас заявить от его имени, что ничего подобного тому, что рассказано в вестнике Европы Анненковым, насчет каймы, не было и не могло быть». Открытие памятника Пушкину было назначено на 25 мая. Но Федор Михайлович решил поехать за несколько дней для того, чтобы не торопясь достать себе билеты, необходимые для присутствия на всех торжественных заседаниях. Кроме того, как товарищ председателя славянского благотворительного общества, Федор Михайлович являлся представителем этого общества на торжестве и должен был заказать венки для возложения их на памятник. Выехал Федор Михайлович 22 мая, и я с детьми поехала провожать его на вокзал. С истинным умилением припоминаю, как мой дорогой муж говорил мне на прощание, «Бедная ты, моя Анечка, так тебе и не удалось поехать. Как это жаль, как это грустно. Я так мечтал, что ты будешь со мной». Огорченная предстоящую разлукою, а главное, страшно обеспокоенная за его здоровье и душевное настроение, я отвечала, «Значит, не судьба. Но зато ты должен меня утешить, писать мне каждый день непременно и самым подробным образом, чтобы я могла знать все, что с тобой происходит, иначе я буду бесконечно беспокоиться. Обещаешь писать?» «Обещаю, обещаю», — говорил Федор Михайлович, — «буду писать каждый день». И как человек, верный данному слову, Федор Михайлович исполнил его и писал мне не только один, а иногда и два раза в день. До того хотелось ему избавить меня от беспокойства о нем, а также по обыкновению поделиться со мною всеми своими впечатлениями. Расставаясь, мы оба полагали, что отсутствие Федора Михайловича продлится не дольше недели. Двое суток на переезд в Москву и обратно, и пять дней на те торжества, на которых Федору Михайловичу необходимо было присутствовать. И муж дал мне слово, что лишнего дня не задержится в Москве. Но случилось так, что Федор Михайлович вместо недели возвратился через двадцать два дня. И я могу сказать, что три недели его отсутствия были для меня временем мучительного беспокойства и опасений. Надо сказать, что в конце 1879 года, по возвращении из Эмса, Федор Михайлович при посещении своем моего двоюродного брата, доктора Сниткина, попросил осмотреть его грудь и сказать, большие ли успехи произвело его лечение в Эмсе. Мой родственник, хотя и был педиатром, но был знаток и по грудным болезням, и Федор Михайлович доверял ему как врачу и любил его как доброго и умного человека. Конечно, как сделал бы каждый доктор, он успокоил Федора Михайловича и заверил, что зима пройдет для него прекрасно, и что он не должен иметь никаких опасений за свое здоровье, а должен лишь принимать известные предосторожности. Мне же, на мои настойчивые вопросы, доктор должен был признаться, что болезнь сделала зловещие успехи, и что в своем теперешнем состоянии эмфизема может угрожать жизни. Он объяснил мне, что мелкие сосуды легких до того стали тонкие и хрупкие, что всегда предвидится возможность разрыва их от какого-нибудь физического напряжения, а потому советовал ему не делать резких движений, не переносить и не поднимать тяжелые вещи, и вообще советовал беречь Федора Михайловича от всякого рода волнений, приятных и неприятных. Правда, доктор успокаивал меня тем, что эти разрывы артерий не всегда ведут к смерти, так как иногда образуется так называемая пробка, сгусток, который не допустит сильной потери крови. Можно представить себе, как я была испугана, и как внимательно я стала наблюдать за здоровьем мужа. Чтобы не отпускать Федора Михайловича одного в те, в семьи, где он мог иметь неприятные для него встречи и беседы, я стала жаловаться мужу, что мне дома скучно, и выражать желание бывать в обществе. Федор Михайлович, всегда жалевший, что я мало бываю в свете, был рад моему решению, и зиму 1879 года, и весь 1880 год, я часто сопровождала Федора Михайловича на собраниях у знакомых и на литературные вечера. Я заказала себе для выезда элегантное черное шелковое платье и приобрела две цветные наколки, которые, по уверению мужа, очень ко мне шли. На вечерах и собраниях мне иногда приходилось прибегать к хитростям, чтобы уберечь Федора Михайловича от неприятных для него встреч и разговоров. Так, например, просила хозяйку дома посадить Федора Михайловича за вечерним столом подальше от такого-то господина или госпожи, или под благовидным предлогом отзывала Федора Михайловича, если видела, что он начинает горячиться и сильно спорить. Словом, я была постоянно на стороже, и вследствие этого выезды в свет доставляли мне мало удовольствия. И вот когда я находилась в таком страшном беспокойстве насчет здоровья Федора Михайловича, нам пришлось разлучиться не на неделю, как я рассчитывала, а на двадцать два дня. Боже, что я перенесла за это время, особенно видя по письмам, что возвращение Федора Михайловича все более и более отдаляется, а между тем столь опасные для него волнения и беспокойства увеличиваются. Мне представлялось, что волнения эти должны завершиться припадком, если не двумя, тем более, что приступов эпилепсии давно уже не было, и можно было ожидать их скорого наступления. Самые мрачные предположения приходили мне в голову. Мысли о том, что с Федором Михайловичем случится припадок, что он, еще не придя в себя, пойдет по гостинице отыскивать меня, что там его примут за помешанного и ославят по Москве как сумасшедшего, что некому будет оберегать его спокойствие после припадка, что его могут раздражить, довести его до какого-нибудь безумного поступка, все эти мысли бесконечно меня мучили, и я не раз приходила к решению поехать в Москву и жить там, никому не показываясь, а лишь наблюдая за Федором Михайловичем. Еще не вполне придя в себя от приступа эпилепсии, всегда шел ко мне, так как в эти минуты испытывал мистический ужас, и присутствие близкого лица приносило ему успокоение, примечание Достоевской. Но, зная, что он будет бесконечно тревожиться за оставленных на няньку детей, не могла решиться на поездку. Я просила моих московских друзей, в случае, если с Федором Михайловичем произойдет припадок, тотчас мне телеграфировать, и я тогда бы выехала с первым поездом. Дни шли за днями, открытие памятника откладывалось, неприятные для Федора Михайловича обстоятельства, судя по письмам, нарастали, а вместе возрастали и мои душевные страдания. Смотри письма, том 4, 152-162 страницы. В письме к Достоевской от 25-26 мая 1880 года Достоевский, решив выехать в Петербург 27 мая, пишет, «Сижу теперь в страшном затруднении и беспокойстве. С одной стороны, упрочение влияния моего не в одном Петербурге, а и в Москве, что многое значит. С другой, разлука с вами, затруднения по Карамазовым, расходы и прочее». Письма, том 4, 151-я страница. Даже теперь, после такого долгого промежутка, я не могу вспомнить об этом времени без тягостного чувства. К этому времени относится один эпизод, который не стоило бы записывать, если по нем не упоминал Федор Михайлович в своем письме, написанном тотчас по возвращении с заседания, на котором московская публика так восторженно оценила речь Федора Михайловича в память Пушкина. Я говорю о покупке жеребеночка. Наш старший сын Федя с младенческих лет чрезвычайно любил лошадей, и, проживая по летам в Старой Руси, мы с Федором Михайловичем всегда опасались, как бы не зашибли его лошади. Двух-трех лет от роду он иногда вырывался от старушки-няньки, бежал к чужой лошади и обнимал ее за ногу. К счастью, лошади были деревенские, привыкшие к тому, что около них вертятся ребятишки, а потому все сходило благополучно. Когда мальчик подрос, то стал просить, чтобы ему подарили живую лошадку. Федор Михайлович обещал купить, но как-то это не удавалось сделать. Я купила жеребенка в мае 1880 года совершенно случайно, и горько потом в этом раскаивалась. Случилось это вот каким образом. Однажды рано утром я с детьми пошла на городской базар. Когда мы шли по набережной нашей реки Перерычице, мимо нас промчалась телега, на которой сидел бывший несколько навеселе мужик. За телегой бежал жеребенок, чрезвычайно статный, то обгоняя лошадь, то отставая от нее. Мы залюбовались жеребенком, и мой сын сказал, что вот такого жеребеночка он хотел бы иметь. Подойдя к площади, четверть часа спустя, мы заметили, что около лошади и жеребенка столпилось несколько мужиков, и о чем-то спорят. Мы подошли и услышали, что подвыпивший мужик продает жеребенка на кожу и просит за него четыре рубля. Уже нашлись покупщики, но ввиду просьбы сына и жалея, что жеребенка убьют, я предложила шесть рублей, и лошадка осталась за мной. Ничего не понимая ни в лошадях, ни в поведении сельского хозяйства, я, пока хозяин бегал подкрепиться, стал расспрашивать мужиков, выживет ли у меня жеребенок без матери. Мнения разделились. Одни уверяли, что нет, другие давали советы, чем именно кормить, и говорили, что при хорошем присмотре из него вырастет недурная лошадка. Впрочем, колебаться было уже нечего, и мы пошли вслед за телегой домой, а с нами рядом бежал жеребенок. Я в тот же день сообщила о нашей покупке Федору Михайловичу, и надо же было так случиться, что письмо мое пришло именно в тот день, когда Федором Михайловичем была произнесена его знаменитая речь, и когда все бывшее на заседании общества отнеслось к Федору Михайловичу с таким энтузиазмом. Прочтя мое письмо, Федор Михайлович под влиянием волновавших его восторженных чувств приписал слова «Целую жеребеночка». До того он чувствовал потребность излить на всех и на все подавлявшее его душу чувство умиления и восторга. Смотри письмо Достоевской к Достоевскому от 6 июня 1880 года, переписка, 344 страница. И ответное письмо Достоевского от 8 июня, переписка, 347 страница. Первые дни прошли благополучно. Жеребенок выпивал по пяти горшков молока, был весел и бегал за детьми, как собачка. Но потом пошло хуже. Федор Михайлович, понимавший толк в лошадях, нашел, что жеребенок имеет унылый вид и послал за ветеринаром. Тот дал свои советы, но, должно быть, они и пришли поздно, потому что три недели спустя жеребенка не стало. Дети были в отчаянии. Я же не могла простить себе, что купила жеребенка. Правда, ему у другого владельца тоже предстояла бы смерть, но в ней я не чувствовала бы себя виноватой, как чувствовала теперь. Глава 4. Возвращение Федора Михайловича из Москвы Наконец настал тот счастливый день, когда окончились мои мучения. 13 июня вернулся в Старую Руссу Федор Михайлович и такой довольный и оживленный, каким я давно его не видала. Не только с ним в Москве не приключилась припадка эпилепсии, но благодаря нервному возбуждению он все время чувствовал себя очень бодрым. Рассказом его и моим расспросом о московских событиях не было конца, и сколько он рассказывал интересного, чего я потом не встречала в других описаниях пушкинского празднества. Федор Михайлович как-то особенно умел все приметить и на недолгое время запомнить. Рассказывал мне, между прочим, Федор Михайлович о том, как он вернулся из последнего второго вечернего заседания, закончившего все пушкинские торжества, страшно усталый, но и страшно счастливый восторженным приемом прощавшейся с ним московской публики. Первоначально чествование памяти Пушкина было приурочено ко дню его рождения и назначено на 26 мая 1880 года, но было отложено из-за смерти императрицы. Торжества устраивались обществом любителей российской словесности и продолжались четыре дня. 5 июня 1880 года в зале Московской думы состоялся прием депутации комитетом по сооружению памятника и доклад Грота. 6 июня в Москве на Тверской площади произошла церемония открытия памятника. День закончился литературно-музыкальным вечером в зале благородного собрания. 7 июня в том же зале состоялось первое публичное заседание с чтением речей. 8 июня заключительное заседание, на котором и выступил Достоевский. О пушкинских торжествах смотри специальный сборник «Венок на памятник Пушкину», составленный Булгаковым, Санкт-Петербург, 1880 год. В полном изнеможении прилег он отдохнуть, а затем уже позднюю ночью поехал опять к памятнику Пушкина. Ночь была теплая, но на улицах почти никого не было. Подъехав к Страстной площади, Федор Михайлович с трудом поднял поднесенный ему на утреннем заседании после его речи громадный лавровый венок, положил его к подножию памятника своего великого учителя и поклонился ему до земли. Искренняя радость, премыслив, что наконец-то Россия поняла и оценила высокое значение гениального Пушкина и воздвигло ему в сердце России, Москве, памятник. Радостное сознание того, что он с юных лет, восторженный почитатель великого народного поэта, имел возможность своею речью воздать ему дань своего поклонения. Наконец, упоение от восторженных, относившихся к его личному дарованию, оваций публики, все соединилось для того, чтобы создать для Федора Михайловича, как он выразился, минуты величайшего счастья. Рассказывая мне о своих тогдашних впечатлениях, Федор Михайлович имел вдохновенный вид, как бы вновь переживая эти незабываемые минуты. О своих непосредственных впечатлениях от пушкинской речи Достоевский написал Достоевской 8 июня 1880 года и Толстой 13 июня письма, том 4, 171, 172 и 174, 175 страницы. Сохранились многочисленные воспоминания современников о пушкинской речи Достоевского. Например, страхов, воспоминания о Достоевском, биография 308, мая 312 страницы. Барсукова, письмо о пушкинской речи Достоевского в книге «Звенья», том 1, «Москва, Ленинград», 1932 год, Любимов из воспоминаний, «Вопросы литературы», 1961 год, номер 7, Амфитеатров и теперь еще слышу речь Достоевского, «Литературная Россия», 1965 год, 2 июня. Рассказывал мне Федор Михайлович о том, что на следующее утро к нему приехал лучший тогдашний московский фотограф, художник Панов и упросил Федора Михайлович дать ему возможность снять с него портрет. Так как муж мой торопился уехать из Москвы, то, не теряя времени, отправился с Пановом в его фотографию. Впечатления вчерашних знаменательных для Федора Михайловича живо отпечатлелись на сделанной художником фотографии, и я считаю этот снимок художника Панова наиболее удавшимся из многочисленных, но всегда различных, благодаря изменчивости настроения, портретов Федора Михайловича. На этом портрете я узнала то выражение, которое видало много раз на лице Федора Михайловича в переживаемые им минуты сердечной радости и счастья. О фотографии Панова, которая хранится в Пушкинском доме, писал Крамской. В последние годы его, Достоевского, лицо сделалось еще знаменательнее, еще глубже и трагичнее, и очень жаль, что нет портрета последнего времени, равного Перовскому по художественным достоинствам. Недостаток этот, к счастью, совершенно случайно восполнен фотографией. Московский фотограф Панов сделал именно эту фотографию. Портрет, в смысле фотографической техники, быть может, неважный. У Панова есть портреты в этом отношении гораздо лучше Достоевского, но что в нем примечательно, это выражение. По этой фотографии можно судить, насколько прибавилось в лице Достоевского значение и глубины мысли. Фотографии редко дают сумму всего, что лицо человеческое в себе заключает. В фотографии Панова явилось счастливое и редкое исключение. Можно догадываться, что в данном случае в помощь фотографии явился такой момент в жизни Достоевского, как Пушкинский праздник в Москве. Портрет этот снят после его знаменитой речи о значении Пушкина. Крамской, его жизнь, переписка и художественно-критические статьи 1837-1887 годы, Санкт-Петербург, 1888 год, страница 669. Но прошло дни десять, и настроение Федора Михайловича резко изменилось. Виною этого были отзывы газет, которые он ежедневно просматривал в читальне Минеральных вод. На Федора Михайловича обрушилась целая лавина газетных и журнальных обвинений, опровержений, клевет и даже ругательств. Те представители литературы, которые с таким восторгом прослушали его пушкинскую речь и были ею поражены до того, что горячо аплодировали чтецу и шли пожать ему руку, вдруг как бы опомнились, пришли в себя от постигшего их гипноза и начали бронить речь и унижать ее автора. Когда читаешь тогдашние рецензии на пушкинскую речь, то приходишь в негодование от той бесцеремонности и наглости, с которую относились к Федору Михайловичу писавшие, забывая, что в своих статьях они унижают человека, обладающего громадным талантом, работающего на избранном поприще тридцать пять лет и заслужившего уважения и любовь многих десятков тысяч русских читателей. Пушкинская речь Достоевского, по единодушному свидетельству современников, произвела на слушателей неизгладимое впечатление, чему в немалой степени способствовало великолепное чтение этой речи самим Достоевским и его излюбленная мысль о том, что для успокоения метущегося ищущего русского скитальца нужно всемирное всечеловеческое счастье. Всеобщее внимание было поражено и поглощено стройно выраженную мыслью о врожденной русскому человеку скорби о чужом горе, писал Глеб Успенский в статье «Праздник Пушкина». Успенский, полное собрание сочинений, том 6, Москва, 1953 год, страница 425. Однако, когда речь Достоевского была напечатана в московских ведомостях 1880 год, 13 июня, и других газетах и журналах, а затем с авторскими разъяснениями и ответом Градовскому помещена в дневнике писателя единственный выпуск за 1880 год, август, она вызвала многочисленные отклики разноречивого характера. Критики из либерального и демократического лагеря порицали оторванность идеалов Достоевского от современной русской жизни и отвлеченный характер провозглашенного им принципа всечеловечности. Особое возражение со стороны прогрессивных публицистов рождал призыв Достоевского к смирению и религии. Все статьи, написанные по поводу открытия памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Москве в 1880 году, в том числе отзывы на речь Достоевского, приведены в специальном библиографическом указателе Межова Санкт-Петербург 1885 год, а наиболее важные из них приводятся в книге Замотин страницы 287-321 Смотри также воспоминания Веневитинова Достоевский в неизданной переписке современников публикация Ланского литературное наследство том 86-й 502-я 507-я страницы Надо сказать, что эти недостойные нападки чрезвычайно огорчали и оскорбляли Федор Михайлович и он был ими так расстроен, что предчувствуемые мною два приступа эпилепсии не замедлили случиться и отуманили на целых две недели голову Федора Михайловича В письме к Миллеру от 26 августа 1880 года Федор Михайлович писал журнал журналов 1915 год номер второй примечание Достоевской За мое же слово в Москве видите, как мне досталось от нашей прессы почти сплошь Точно я совершил воровство, мошенничество или подлог в каком-нибудь банке Даже Юханцев не был облит такими помоями, как я Герой одного банковского процесса примечания Достоевской Письма том 4 197 страница Юханцев чиновник особых поручений Министерства финансов был судим 23-25 января 1879 года в Петербургском окружном суде за растрату крупной суммы общества взаимного поземельного кредита Кони собрание сочинений том 3 Москва 1967 год страница 397 411 Да, много слишком много тяжелого пришлось Федору Михайловичу вынести от своей литературной братьи Федор Михайлович однако не счел себя побежденным и не имея возможности ответить на все нападки решил возразить лицу которого мог считать достойным себя соперником в литературном споре именно профессору Санкт-Петербургского университета Градовскому на его статью «Мечты и действительность» «Голос» 1880 год номер 174 Известный русский профессор государственного права Петербургского университета публицист и критик Александр Дмитриевич Градовский отметил в речи Достоевского две вещи оценку Пушкина как народного поэта и некоторое исповедание веры самого оратора признавая за Достоевским глубокое проникновение в суть пушкинской поэзии критик вместе с тем утверждал что Достоевский не дал разбираемым им в речи пушкинским типом полного объяснения именно потому что связал их не со всем последующим движением нашей литературы а исключительно со своим миросозерцанием представляющим много слабых сторон обращаясь к основному положению Достоевского то есть к его пониманию народных идеалов Градовский касается самого важного пункта в своем разномыслии с Достоевским требуя смирения преднародной правдой перед народным идеалом он принимает эту правду и этот идеал как нечто готовое незыблемое и вековечное мы позволим себе сказать ему нет общественные идеалы нашего народа находятся еще в процессе образования развития ему еще много надо работать над собой чтобы сделаться достойным имени великого народа еще слишком много остатков векового рабства засело в нем чтобы он мог требовать себе поклонения и сверх того претендовать еще на обращение всей Европы на путь истинный как это предсказывает господин Достоевский вместо мессианского возвеличения русского народа до роли творца окончательной гармонии возражал Достоевскому критик правильнее было бы сказать и своевременным скитальцам и народу одинаково смиритесь перед требованиями той общечеловеческой гражданственности которые вы слава богу приобщились благодаря реформе Петра голос 1880 год номер 174 Достоевский в ответе Градовскому в дневнике писателя единственный выпуск на 1880 год август резко отверг либеральную программу профессора высмеяв его западнические представления о народе который по мнению Достоевского просветился уже давно приняв в свою суть Христа и учение его Достоевский 1926-30 годы том 12 392 страница полемические выпады Достоевского против Градовского и православные идеи проповедуемые писателем были осуждены демократической критикой смотри Михайловский литературные заметки 1880 года отечественные записки 1880 год номер 9 ответ свой Федор Михайлович поместил в единственном номере дневника писателя за 1880 год вместе с своею пушкинскую речью которая первоначально была помещена в московских ведомостях и усиленно спрашивалась публикою для издания этого номера мне пришлось поехать на три дня в столицу дневник со статьей Пушкин и отповедью Градовскому имел колоссальный успех и 6 тысяч экземпляров были распроданы еще при мне так что мне пришлось заказать второе издание того номера уже в большем количестве и оно тоже все было раскуплено осенью написав ответ своим критикам Федор Михайлович несколько успокоился и принялся за окончание романа братья Карамазовы оставалось написать всю четвертую часть романа около двадцати печатных листов и необходимо было закончить его до октября так как мы предполагали напечатать роман в отдельном издании ради удобства работы мы остались в старой Руссе до конца сентября о чем впрочем и не пришлось сожалеть так как осень была прекрасная по возвращении нашим в Петербург Федору Михайловичу пришлось читать на нескольких литературных вечерах далее Достоевская частично повторяет сказанное на странице 353 настоящего издания тогдашний председатель литературного фонда Гаевский бывший на Пушкинском празднестве и слышавший как на одном вечернем чтении Федор Михайлович читал стихотворение Пушкина пророк уговорил Федора Михайловича прочесть его на литературном вечере в пользу фонда в день лицейского праздника 19 октября чтение это было настоящим триумфом для Федора Михайловича казалось стены городского кредитного общества дорожали от рук прескания когда Федор Михайлович окончил пророка надо признать что это было поистине высокохудожественное чтение оставившее в слушателях неизгладимое впечатление мне случалось встречать людей которые по прошествии двух десятков лет помнили как поразительно хорошо удавалось прочесть Федору Михайловичу это талантливое стихотворение почти на всех последовавших в 1880 году чтениях публика непременно требовала чтобы Федор Михайлович прочел пророк успех литературного чтения 19 октября 1880 года главным образом благодаря участию Федора Михайловича был настолько велик что председатель литературного фонда решил повторить то же самое чтение через неделю 26 октября на этот раз овации сделанные Федору Михайловичу достигли своего апогея публика аплодировала вызывала Федора Михайловича кричала браво и упросила его прочесть пророков вторично а затем ожидала его на лестнице и с аплодисментами проводила его до подъезда на этот раз энтузиазм был колоссальный и Федор Михайлович был глубоко тронут таким могучим проявлением восторга нашей довольно холодной публики литературный фонд устроил литературный вечер 21 ноября 80-го года тоже с участием Федора Михайловича Федор Михайлович читал отрывок из «Мертвых душ» примечания Достоевской затем последовали чтения Федора Михайловича в пользу студентов Санкт-Петербургского университета 30 ноября в пользу общества в спомоществовании студентам Петербургского университета 14 декабря и наконец в пользу приюта Святой Ксении в доме графини Мэнгден 22 декабря на последнем чтении в антракте Федор Михайлович был приглашен во внутренние комнаты по желанию императрицы Марии Федоровны которая благодарила Федора Михайловича за его участие в чтении и долго с ним беседовала описка Мария Федоровна в это время еще не была императрицей участие в литературных чтениях чрезвычайно интересовало Федора Михайловича а те шумные овации которыми сопровождались чтения были ему дороги и приятны но к сожалению очень его волновали и отнимали много сил которых у него было так мало в последние зимы Федора Михайловича особенно полюбила наша тогда отзывчивая молодежь ему постоянно присылались почетные билеты на концерты и балы устраивавшиеся в высших учебных заведениях на этих концертах Федор Михайлович был всегда чрезвычайно окружен молодежь ходила за ним толпою предлагала ему вопросы на которые Федору Михайловичу приходилось отвечать чуть ли не речами иногда горячо спорила с ним и с любопытством прислушивалась к его возражениям это живое общение с любившую и ценившую его талант молодежью было необыкновенно привлекательно для Федора Михайловича и он возвращался после этих бесед хотя и очень усталый физически но приятно возбужденный и подробно рассказывал мне всегда на этих вечерах остававшиеся хотя и вблизи но в стороне подробности так интересовавших его разговоров в начале декабря 1880 года вышел в свет в отдельном издании роман братья Карамазовы в количестве трех тысяч экземпляров издание это имело сразу громадный успех и в несколько дней публика раскупила половину экземпляров конечно Федору Михайловичу было дорого убедиться в том интересе который возбудил его новый роман это было можно сказать последнее радостное событие в его столь богатой всяческими невзгодами жизни по натуре своей Федор Михайлович был на редкость трудолюбивым человеком мне представляется что если бы он был даже богат и ему не приходилось бы заботиться о средствах к жизни то и тогда он не оставался бы праздным а постоянно находил бы темы для неустанной литературной работы к началу 1881 года со всеми долгами так долго нас мучившими было покончено и даже в редакции русского вестника имелись заработанные деньги около пяти тысяч казалось не было настоятельной надобности тотчас приниматься за работу но Федор Михайлович не хотел отдыхать он решил вновь взяться за издание дневника писателя так как за последние смутные годы у него накопилось много тревоживших его мыслей о политическом положении России а высказать их свободно он мог только в своем журнале к тому же шумный успех единственного номера дневника писателя за 1880 год дал нам надежду что новое издание найдет большой круг читателей а распространением своих задушевных идей Федор Михайлович очень дорожил издавать дневник писателя Федор Михайлович предполагал в течение двух лет а затем мечтал написать вторую часть братьев Карамазовых где появились бы почти все прежние герои но уже через 20 лет почти в современную эпоху когда они успели бы многое сделать и многое испытать в своей жизни намеченный Федором Михайловичем план будущего романа по его рассказам и заметкам был необыкновенно интересен и истинно жаль что роману не суждено было осуществиться по воспоминаниям Суворина героем еще одного романа Достоевского о Карамазовых будет Алеша Карамазов он хотел его провести через монастырь и сделать революционером он совершил бы политическое преступление его бы казнили он искал бы правду и в этих поисках естественно стал бы революционером Суворин дневник Москва-Петроград 1923 год страница 16 по воспоминаниям детского писателя Сливицкого роман Дети по замыслу Достоевского составил бы продолжение братьев Карамазовых в нем должны были выступить главными героями дети предыдущего романа Достоевский в воспоминаниях том 2 355 страница некоторые сведения о продолжении братьев Карамазовых имеются также в книге о Достоевском немецкой исследовательнице Гоффман приезжавшей в Петербург и собравшей ряд материалов у самой Достоевской исследовательница так записала рассказ жены Достоевского о том как развивались бы события в предполагавшемся продолжении романа Алеша должен был таков план писателя по завещанию старца Зосимы идти в мир принять на себя его страдания и вину он женится на Лизе потом покидает ее ради прекрасной грешницы Грушеньки которая пробуждает в нем Карамазовщину после бурного периода заблуждений сомнений и отрицаний оставшись одиноким Алеша возвращается опять в монастырь он окружает себя детьми им герой Достоевского посвящает всю свою жизнь искренне любит их учит руководит ими кому не придет здесь в голову связь с рассказом Мышкина о детях кто не вспомнит маленького героя все те восхитительные детские черты которые открываются только любви сравни Белов еще одна версия о продолжении братьев Карамазовых вопросы литературы 1971 год номер 10 страницы 274 275 объявленная на дневник писателя подписка пошла успешно и к 20 числам января у нас было около пропуск в рукописи подписчиков Федор Михайлович всегда имел хорошую привычку не считать подписные деньги своими собственными до той поры пока не удовлетворит подписчиков а потому завел в государственном банке книжку на свое имя по которой я и вносила получавшиеся от подписки деньги благодаря этому обстоятельству я имел возможность немедленно вернуть подписчикам подписные деньги первую половину января Федор Михайлович чувствовал себя превосходно бывал у знакомых и даже согласился участвовать в домашнем спектакле который предполагали устроить у графини Толстой в начале следующего месяца шла речь о постановке двух-трех сцен из трилогии графа Толстого и Федор Михайлович брал на себя роль схимника в смерти Иоанна Грозного припадки эпилепсии уже три месяца не мучили его и его бодрый оживленный вид давал всем нам надежду что зима пройдет благополучно со середины января Федор Михайлович сел за работу январского дневника в котором ему хотелось высказать свои мысли и пожелания по поводу земского собора тема статьи была такого свойства что ее могла бы не пропустить цензура и это очень озабочивало Федора Михайловича последний выпуск дневника писателя январь 1881 года завещание Достоевского исполненное жгучей тревоги за будущее историческое развитие России и народа явилось затем бесшабашное пьянство пьяное море как бы разлилось по России и хоть свирепствует оно и теперь но все-таки жажда нового правды новой правды уже полный народ не утратил упиваясь даже и вином и никогда может быть не был он более склонен к иным влияниям и веяниям и более беззащитен от них как теперь и вот что главное народ у нас один то есть в уединении весь только на свои лишь силы оставлен духовно его никто не поддерживает есть земство но оно начальство достоевский 1926-30 годы том 12 433-434 страницы высказал здесь достоевский и свою утопическую мечту о депутации серых зипунов призванных преобразить в демократическом духе институт земства и спасти Россию одновременно достоевский нарисовал такую широкую картину разложения всего русского общества что боясь очевидно за судьбу январского выпуска просил начальника главного управления по делам печати Абазу переменить для дневника писателя цензора им должен был быть Лебедев Абаза взял на себя цензурирование январского выпуска Петербургский листок 1881 год номер 24 3 февраля про его беспокойство узнал через графиню Толстую только назначенный председателем цензурного комитета Николай Савич Абаза и просил передать Федору Михайловичу чтоб он не тревожился так как цензором его статьи будет он сам к 25 января статья была готова и издана в типографию для набора так что оставалось лишь прокорректировать окончательно сдать цензору и печатать с тем чтобы выдать номер дневника в последний день месяца 25 января было воскресенье и у нас было много посетителей пришел профессор Миллер и просил моего мужа читать 29 января в день кончины Пушкина на литературном вечере в пользу студентов не зная какова будет судьба его статьи о земском соборе и не придется ли заменить ее другою Федор Михайлович сначала отказывался от участия в вечере но потом согласился был Федор Михайлович как замечено было всеми нашими гостями вполне здоров и весел и ничто не предвещало того что произошло через несколько часов утром 26 января Федор Михайлович встал по обыкновению в час дня и когда я пришла в кабинет то рассказал мне что ночью с ним случилось маленькое происшествие его вставка с пером упала на пол и закатилась под этажерку а вставкой этой он очень дорожил так как кроме писания она служила ему для набивки папирос чтобы достать вставку Федор Михайлович отодвинул этажерку очевидно вещь была тяжелая и Федор Михайлович пришлось сделать усилие от которого внезапно порвалась легочная артерия и пошла горлом кровь но так как крови вышло незначительное количество то муж не придал этому обстоятельству никакого значения и даже меня не захотел беспокоить ночью я страшно встревожилась и не говоря ничего Федору Михайловичу послала нашего мальчика Петра к доктору фон Бретцелю который постоянно лечил мужа просить его немедленно приехать к несчастью тот уже успел уехать к больным и мог приехать только после пяти Федор Михайлович был совершенно спокоен говорил и шутил с детьми и принялся читать новое время часа в три пришел к нам один господин очень добрый и который был симпатичен мужу но обладавший недостатком всегда страшно спорить заговорили о статье в будущем дневнике собеседник начал что-то доказывать Федор Михайлович бывший несколько в тревоге по поводу ночного кровотечения возражал ему и между ними разгорелся горячий спор мои попытки сдержать спорящих были неудачны хотя я два раза говорила гостю что Федор Михайлович не совсем здоров и ему вредно громко и много говорить наконец около пяти часов гость ушел и мы собирались идти обедать как вдруг Федор Михайлович присел на свой диван помолчал минуты три и вдруг к моему ужасу я увидела что подбородок мужа окрасился кровью и она тонкой струей течет по его бороде этот рассказ Достоевской не может считаться полностью достоверным и является более поздней версией обстоятельств вызвавших предсмертное заболевание Достоевского Анна Григорьевна не указывает на одну очень важную причину ускорившую смерть писателя речь идет о семейных раздорах из-за куманинского наследства по особому распоряжению о земельном имуществе куманиной тетки писателя скончавшейся в 1871 году Достоевский в январе 1881 года был введен во владение частью ее рязанского имения при условии выплаты денежных сумм своим сестрам не участвовавшим в этом разделе сестра Достоевского Вера Михайловна Иванова обратилась с просьбой к писателю отказаться в пользу сестер от своей доли в рязанском имении По воспоминаниям дочери писателя между братом и сестрой произошел бурный разговор о куманинском наследстве Кончилось тем, что у Достоевского из горла хлынла кровь а через два дня его не стало Смотри Любовь Федоровна Достоевская 96-97 страницы Правда Любовь Федоровна ошибочно относит этот разговор не к 26 января а к 25 Воспоминания Любови Федоровны Достоевской о крупном разговоре писателя с его сестрой Ивановой подтверждаются также и рассказом самой Анны Григорьевны Достоевской о смерти мужа приведенном в ее письме к Страхову от 21 октября 1883 года Это письмо опубликовано в книге Гроссман страница 352 О предсмертной болезни Достоевского смотри также воспоминания фон Брецеля о Достоевском публикация Серебряной литературное наследство том 86 309 314 страницы Я закричала и на мой зов прибежали дети и прислуга Федор Михайлович впрочем не был испуган напротив стал уговаривать меня и заплакавших детей успокоиться Он повел детей к письменному столу и показал им только что присланный номер стрекозы где была карикатура двух рыболовов запутавшихся в сетях и упавших в воду Как установил Гроссман у Достоевской ошибочно названа стрекоза Достоевский показывал детям репродукцию юмористического рисунка из серии Охота пущей неволи два рыболова которая была помещена на обороте объявления о подписке на журнал Осколки за 1881 год На экземпляре объявления который в настоящее время хранится в Пушкинском доме есть карандашная пометка Анны Григорьевны Достоевской Этот рисунок Федор Михайлович рассматривал в день своей болезни 26 января 1881 года Гроссман страница 320 Он даже прочел детям это стихотворение и так весело что дети успокоились Прошло спокойно около часу и приехал доктор за которым я вторично послал Когда доктор стал осматривать и выстукивать грудь больного с ним повторилось кровотечение и на этот раз столь сильное что Федор Михайлович потерял сознание Когда его привели в себя первые слова его обращенные ко мне были Аня прошу тебя пригласи немедленно священника я хочу исповедаться и причаститься Хотя доктор стал уверять что опасности особенной нет но чтобы успокоить больного я исполнила его желание Мы жили вблизи Владимирской церкви и приглашенный священник отец Мегорский через полчаса был уже у нас Федор Михайлович спокойно и добродушно встретил батюшку долго исповедовался и причастился Когда священник ушел я с детьми вошла в кабинет чтобы поздравить Федора Михайловича с принятием святых тайн Он благословил меня и детей просил их жить в мире любить друг друга любить и беречь меня Отослав детей Федор Михайлович благодарил меня за счастье которое я ему дала и просил меня простить если он в чем-нибудь огорчил меня Я стояла ни жива ни мертва не имея силы сказать что-нибудь в ответ Вошел доктор уложил больного на диван запретил ему малейшее движение и разговор и тотчас попросил послать за двумя докторами одним его знакомым Пфейфером и за профессором Кошлаковым в котором муж мой иногда советовался Кошлаков поняв из записки доктора фон Бретцеля что положение больного тяжелое тотчас приехал к нам на этот раз больного не тревожили осматриванием и Кошлаков решил что так как крови излилось сравнительно немного в три раза стакана два то может образоваться пробка и дело пойдет на выздоровление доктор фон Бретцель всю ночь провел у постели Федора Михайловича который по-видимому спал спокойно я тоже заснула лишь под утро весь день 27 января прошел спокойно кровотечение не повторялось Федор Михайлович по-видимому успокоился повеселел велел позвать детей и даже шепотом с ними говорил среди дня стал беспокоиться насчет дневника пришел Метран Паш из типографии Суворина и принес последнюю сводку оказалось лишних семь строк которые надо было выбросить чтобы весь материал уместился на двух печатных листах Федор Михайлович затревожился но я предложил сократить несколько строк на предыдущих страницах на что муж согласился хоть я задержала Метран Пажа на полчаса но после двух поправок прочтенных мною Федору Михайловичу дело уладилось узнав через Метран Пажа что номер был послан в гранках о базе и им пропущен Федор Михайлович значительно успокоился между тем весть о тяжелой болезни Федора Михайловича разнеслась по городу и с двух часов до позднего вечера раздавались звонки которые пришлось привязать приходили узнавать о здоровье знакомые и незнакомые приносили сочувственные письма присылались телеграммы к больному запрещено было кого-либо допускать и я только на две три минуты выходила к знакомым чтобы сообщить о положении здоровья Федор Михайлович был чрезвычайно доволен общим вниманием и сочувствием шепотом меня расспрашивал и даже продиктовал несколько слов в ответ на одно доброе письмо приехал профессор кошлаков нашел что положение значительно улучшилось и обнадежил больного что через неделю он будет в состоянии встать с постели а через две совсем поправится он верил больному как можно больше спать поэтому весь наш дом довольно рано улегся на покой так как прошлую ночь я провела в креслах и плохо спала то на эту ночь мне послали постель на тюфяке на полу рядом с диваном где лежал Федор Михайлович чтобы ему легче было меня позвать утомленная бессонную ночью и беспокойным днем я быстро заснула ночью несколько раз поднималась и при свете ночника видела что мой дорогой больной спокойно спит проснулась я около семи утра и увидела что муж смотрит в мою сторону ну как ты себя чувствуешь дорогой мой спросила я наклонившись к нему знаешь Аня сказал Федор Михайлович полушепотом я уже часа три как не сплю и все думаю и теперь только сознал ясно что я сегодня умру голубчик мой зачем ты это думаешь говорила я в страшном беспокойстве ведь тебе теперь лучше кровь больше не идет очевидно образовалась пробка как говорил кошлаков ради бога не мучай себя сомнениями ты будешь еще жить уверяю тебя нет я знаю я должен сегодня умереть зажги свечу Аня и дай мне евангелие это евангелие было подарено Федору Михайловичу в Тобольске когда он ехал на каторгу женами декабристов Анненковой ее дочерью Ольгой Иванной Муравьев и апостол Фанвизиной не точно жену декабриста Муравьева апостола звали Мария Константинна но речь идет не о ней а о жене декабриста Муравьева Жозефине Адамовне Муравьевой урожденной бракман которая в это время жила в Тобольске смотри Францева воспоминания исторический вестник 1886 год номер 6 о встрече Достоевского в Тобольске с женами декабристов смотри также воспоминания Естерджембского биография страница 127 и статью Евсеева и Лейфера Сибирские встречи Сибирские огни 1971 год номер 11 страница 162 176 Они упросили смотрителя строго позволить им видеться с приехавшими политическими преступниками пробыли с ними час и благословили их в новый путь перекрестили и каждого отделили Евангелием единственная книга позволенная во строге Старые люди дневник писателя 1873 год примечания Достоевской Федор Михайлович не расставался с эту святую книгую во все четыре года пребывания в каторжных работах об этом вспоминал Достоевский в дневнике писателя за 1873 год в статье Старые люди Достоевский 1926 30 год том 11 страница 10 Впоследствии она всегда лежала у мужа на виду на его письменном столе и он часто задумав или сомневаясь в чем-либо открывал наудачу это Евангелие и прочитывал то, что стояло на первой странице левой от читавшего и теперь Федор Михайлович пожелал проверить свои сомнения по Евангелию он сам открыл святую книгу и просил прочесть открылась Евангелие от Матфея глава 3 стих 2 Иоанн же удерживал его и говорил мне надо креститься от тебя и ты ли приходишь ко мне но Иисус сказал ему в ответ не удерживай ибо так надлежит нам исполнить великую правду ты слышишь не удерживай значит я умру сказал муж и закрыл книгу в Евангелии издания двадцатых годов прошлого столетия стоит слово не удерживай в новейших изданиях оно заменено словом оставь именно это место Евангелия изложено в последующих изданиях в следующих словах Иоанн же удерживал его и говорил мне надо креститься от тебя и ты ли приходишь ко мне но Иисус сказал ему в ответ оставь теперь ибо так надлежит нам исполнить всякую правду слова Евангелия открывшиеся Федору Михайловичу в день его смерти имели глубокий смысл и значение в нашей жизни возможно что муж мой и мог бы оправиться на некоторое время но его выздоровление было бы непродолжительно известие о злодействии первого марта несомненно сильно потрясло бы Федора Михайловича боготворившего царя освободителя крестьян едва зажившая артерия вновь порвалась бы и он бы скончался 1 марта 1881 года народовольцами был убит Александр второй конечно его кончина и в смутное время произвела бы большое впечатление но не такое колоссальное какое произвела она тогда мысли всего общества были бы слишком поглощены думами о злодействии и о тех осложнениях которые могут последовать в такой трагический момент жизни государства в январе 1881 года когда все было по-видимому спокойно смерть моего мужа явилась общественным событием ее оплакивали самые различные по своим политическим воззрениям люди самые различные круги общества необычайная торжественность погребального шествия и похорон Федора Михайловича привлекла массу читателей и почитателей из среды лиц относившихся равнодушно к русской литературе и таким образом возвышенные идеи моего мужа получили значительно большее распространение и надлежащую достойную его таланта оценку после кончины великодушного царя освободителя возможно что и семье нашей не было бы оказано царской милости а ею была исполнена всегдашняя мечта моего мужа о том чтобы наши дети получили образование и могли впоследствии стать полезными слугами царя и отечества примечание Достоевской я не могла удержаться от слез Федор Михайлович стал меня утешать говорил мне милые ласковые слова благодарил за счастливую жизнь которую он прожил со мной поручал мне детей говорил что верит мне и надеется что я буду их всегда любить и беречь затем сказал мне слова которые редкие из мужей мог бы сказать своей жене после 14 лет брачной жизни помни Аня я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда даже мысленно я была до глубины души растрогана его задушевными словами но и страшно встревожена опасаясь как бы волнение не принесло ему вреда я умоляла его не думать о смерти не огорчать всех нас своими сомнениями просила отдохнуть уснуть муж послушался меня я перестал говорить но по умиротворенному лицу его ясно видно что мысли о смерти не покидают его и что переход в иной мир ему не страшен около девяти утра Федор Федор Михайлович спокойно уснул не выпуская моей руки из своей я сидела не шевелясь боясь каким-нибудь движением нарушить его сон но в одиннадцать часов муж внезапно проснулся привстал с подушки и кровотечение возобновилось я была в полном отчаянии хотя изо всех сил старалась иметь бодрый вид и уверяла мужа что крови вышло немного и что наверное как и третьего дня опять образуется пробка на мои успокоительные слова Федор Михайлович только печально покачал головой как бы вполне убежденный в том что предсказание о смерти сегодня же сбудется среди дня опять стали приходить родные знакомые и незнакомые опять приносили письма и телеграммы приехал пасынок Федор Михайлович которого я накануне письмом уведомила о болезни мужа Павел Александрович непременно хотел войти к больному но доктор его не пустил тогда он стал в щелку двери подглядывать в комнату Федор Михайлович заметил его подглядывание возволновался и сказал Аня не пускай его ко мне он меня расстроит между тем Павел Александрович Исаев очень волновался и говорил всем приходившим узнавать о положении Федора Михайловича знакомым и незнакомым что у отца не составлено духовного завещания и что надо привезти на дом нотариуса чтобы Федор Михайлович мог лично распорядиться тем что ему принадлежит приехавший навестить больного профессор Кошлаков узнав от пасынка о намерении его привезти нотариуса воспротивился этому и объявил что необходимо изо всех сил беречь силы больного что подобная деловая сцена где потребуется от него распоряжение и объяснение может только укрепить мысли о скорой смерти что всякое волнение может погубить больного в сущности в духовном завещании не было надобности литературные права на произведение Федора Михайловича были им подарены мне еще в 1873 году кроме пяти тысяч рублей оставшихся в редакции русского вестника у Федора Михайловича ничего не было а наследниками этих небольших денег являлись мы то есть дети и я я весь день ни на минуту не отходила от мужа он держал мою руку в своей и шептом говорил бедная дорогая с чем я тебя оставлю бедная как тебе тяжело будет жить я успокаивала его утешала надеждой на выздоровление но ясно что в нем самом этой надежды не было и его мучила мысль что он оставляет семью почти без средств ведь те четыре-пять тысяч которые хранились в редакции русского вестника были единственными нашими ресурсами несколько раз он шептал зови детей я звала муж протягивал им губы они целовали его и по приказанию доктора тотчас уходили а Федор Михайлович провожал их печальным взором часа за два до кончины когда пришли на его зов дети Федор Михайлович велел отдать Евангелие своему сыну Феде в течение дня у нас перебывала масса разных лиц к которым я не выходила приехал Аполлон Николаевич Майков и некоторое время говорил с Федором Михайловичем который отвечал шепотом на его приветствие около семи часов у нас собралось много народу в гостиной и в столовой и ждали Кашлакова который около этого часа посещал нас вдруг безо всякой видимой причины Федор Михайлович вздрогнул слегка поднялся на диване и полоска крови вновь окрасила его лицо мы стали давать Федор Михайловичем кусочки льда но кровотечение не прекращалось около этого времени опять приехал Майков с своей женой и добрая Анна Ивановна решила съездить за доктором Черепниным Федор Михайлович был без сознания дети и я стояли на коленях у его изголовья и плакали изо всех сил удерживаясь от громких рыданий так как доктор предупредил что последнее чувство оставляющие человека это слух и всякое нарушение тишины может замедлить агонию и продлить страдания умирающего я держала руку мужа в своей руке и чувствовала что пульс его бьется все слабее и слабее в 8 часов 38 минут вечера Федор Михайлович отошел в вечность кто-то из присутствовавших кажется Маркевич отметил точную минуту смерти примечания Достоевской Маркевич в своих воспоминаниях несколько слов о кончине Достоевского Московской ведомости 1881 год 1 февраля номер 32 указал время смерти 8 часов 36 минут о смерти Достоевского смотри также мемуары Суворина о покойном Достоевский в воспоминаниях том 2 417 418 страницы Некролог памяти Достоевского написанный Сувориным художественный журнал 1881 год номер 2 письмо Достоевской к Страхову от 21 октября 1883 года в книге Гроссман страница 352 Воспоминания дочери писателя Достоевская 98 99 страницы Воспоминания Страхова биография 323 324 страницы Приехавший доктор Черепнин мог только уловить последнее биение его сердца Черепнин говорил мне много лет спустя что он сохраняет этот стетоскоп как реликвию примечание Достоевской Когда наступил конец я и мои дети дали волю своему отчаянию мы плакали рыдали говорили какие-то слова целовали лицо и руки еще не охладевшего дорогого нам усопшего Все это представляется мне смутно но ясно я сознавала лишь одно что с этой минуты окончилась моя личная полная безграничного счастья жизнь и что я навеки осиротела душевно Для меня которая так горячо так беззаветно любила своего мужа так гордилась любовью дружбою и уважением этого редкого по своим высоким нравственным качествам человека утрата его была ничем невознаградима В те поистине страшные минуты расставания мне казалось что я не переживу кончины мужа что у меня вот-вот разорвется сердце так оно усиленно билось в моей груди или что я сойду теперь же с ума конечно не но не доме м мой дорогой муж скончался в присутствии множество лиц частью глубоко к нему расположенных но частью и вполне равнодушных как к нему так и к безутешному горю нашей осиротевшей семьи как бы для усиления моего горя в числе присутствовавших оказался литератор Маркевич, никогда нас не посещавший, а теперь приехавший по просьбе графини Толстой узнать, в каком состоянии нашел доктор Федор Михайлович. Зная Маркевича, я была уверена, что он не удержится, чтобы не описать последних минут жизни моего мужа, и искренне пожалела, зачем смерть любимого мною человека не произошла в тиши, наедине с сердечно преданными ему людьми. Опасения мои оправдались. Я с грустью узнала на завтра, что Маркевич послал в Московские ведомости художественное описание происшедшего горестного события. Через два-три дня прочла и саму статью Московской ведомости, номер 32, и многое в ней не узнала. Не узнала и себя. В тех речах, которые я будто бы произносила, до того они мало соответствовали и моему характеру, и моему душевному настроению в те вечно печальные минуты. Вероятно, неприязнь Анны Григорьевны к Маркевичу шла от самого Достоевского. Маркевич, постоянный сотрудник русского вестника и московских ведомостей Каткова, в своих фельетонах выступал с политическими доносами на деятелей русского освободительного движения и русских писателей, в частности, на Салтыкова-Щедрина-Тургенева. Последнего он обвинял в сношениях с русскими нигилистами и террористами. И хотя не сохранилось каких-либо отрицательных отзывов Достоевского об этом деятели, но тем не менее ясно, что для него Маркевич, как и Овсеенко и Мещерский, были представителями золотой светской литературы, которым он питал непреодолимую антипатию. Оголтелая крайность их реакционных взглядов, оскорбительная форма самих выступлений также могли отталкивать Достоевского. Например, московские ведомости постоянно печатали грубые статьи Маркевича о близкой к радикально-демократическим кругам видной общественной деятельнице Философовой. К ней же Достоевский всегда относился с искренним уважением. О пасквильных статьях Маркевича против Философовой могла знать и Анна Григорьевна Достоевская. Но милосердный Господь послал мне и утешение. В этот скорбный вечер около десяти часов приехал мой родной брат Иван Григорьевич Сниткин. Он из деревни прибыл по делам в Москву и, уже собравшись домой, сам не зная почему, вдруг надумал поехать в Петербург повидать нас. Правда, он прочел в какой-то газете о болезни Федор Михайлович, но не придал известию большого значения, предполагая, что случился иногда бывавший с мужем двойной припадок эпилепсии. Поезд его опоздал, и он, остановившись в гостинице, решил пойти к нам вечером. Подъехав к подъезду, он с удивлением заметил, что все окна нашей квартиры ярко освещены, а около входа стоят два-три подозрительных лица в чуйках. Одно из этих лиц побежало за братом по лестнице и стало шептать ему. — Господин, будьте милостивы, похлопочите, чтоб заказ дали мне, пожалуйста. — Что такое? Какой заказ? — спросил ничего не понимавший брат. — Да мы гробовщики, от такого-то. Так вот, насчет гроба. — Кто ж тут умер? — машинально спросил Иван Григорьевич. — Да какой-то сочинитель, не упомнил фамилии, дворник, — сказывал. У брата, по его словам, замерло сердце. Он бросился наверх и вбежал в незапертую переднюю, в которой толпилось несколько человек. Сбросив шубу, брат поспешил в кабинет, где на диване продолжало еще покоиться медленно остывавшее тело Федора Михайловича. Я стояла на коленях около дивана и, увидев вошедшего брата, в плачем бросилась к нему навстречу. Мы крепко обнялись, и я спросила, — От кого же ты, Ваня, узнал, что Федор Михайлович скончался, совершенно забыв о том, что брат живет не в Петербурге и теперь находился в Москве, и не мог узнать и приехать так быстро. Очевидно, я была так поражена и горем, и неожиданностью кончины, ведь еще вчера профессор Кошлаков подавал мне твердую надежду на выздоровление мужа, что я потеряла способность что-либо ясно соображать. Приезд брата в столь горестное время я считаю истинную для меня Божию милостью. Не говорю уже о том, что присутствие любимого брата и искреннего моего друга было для меня некоторым утешением, но теперь около меня оказался близкий и преданный мне человек, у которого я могла просить совета и которому могла поручить все мелкие, но многосложные заботы по погребению тела Федора Михайловича. Благодаря брату от меня были отстранены все деловые вопросы, и я была избавлена от многого неприятного и тяжелого в эти печальные дни. Весь вечер 28 января, равно как и последующие четыре дня, 29 января, 1 февраля, представляются в моих воспоминаниях каким-то угнетающим душу кошмаром. Многое из происходившего ярко рисуется предо мною, многое совершенно ускользнуло из моей памяти, и я многое знаю по рассказам других лиц. Помню, например, как в тот же вечер часов в двенадцать приехал к нам Суворин, чрезвычайно огорченный смертью моего мужа, которого он очень почитал и любил. Своё вечернее посещение Суворин описал в новом времени. Смотри, незнакомец, Суворин, о покойном, новое время, 1881 год, 1 февраля, номер 1771. К часу ночи все необходимые приготовления были окончены, и дорогой наш усопший уже возлежал на погребальном возвышении посредине своего кабинета. Пред изголовьем стояла этажерка с образом и горящей лампадой. Лицо усопшего было спокойно, и казалось, что он не умер, а спит и улыбается во сне какой-то узнанный им теперь великой правде. К полуночи все посторонние разошлись. Я уложил спать моих сильно огорченных смертью папы и плакавших весь вечер детей, и мы трое, моя мать, брат и я, могли без помехи побыть около тела почившего. С глубокую благодарностью судьбе вспоминаю я эту последнюю ночь, когда мой дорогой муж еще всецело принадлежал своей семье, и я имел возможность без свидетелей, не стесняясь и не сдерживаясь, выражать свою скорбь, вдоволь наплакаться, усердно помолиться, за упокоение души новоприставленного, и попросить у дорогого усопшего прощения в тех мелких обидах, неизбежных в домашнем быту, которые я, может быть, бессознательна или по непониманию могла когда-нибудь нанести моему всегда горячо любимому мужу. Мы с братом простояли и просидели у гроба почившего до четырех часов утра, и брат на силу уговорил меня пойти уснуть, представляя, что мне необходимо набраться сил для неизбежных волнений завтрашнего дня. 29 января часов в одиннадцать явился ко мне очень почтенного вида господин от тогдашнего министра внутренних дел графа Лорис Меликова. Высказав мне от имени графа его соболезнования по поводу моей утраты, чиновник сказал, что имеет для передачи мне сумму на похороны моего почившего мужа. Не знаю, в каком размере была эта сумма, но я не захотела ее взять. Я, конечно, знала, что во всех министерствах существует обыкновение оказывать осиротевшей семье помощь на погребение почившего члена ее, и что такая помощь никем не признается обидную, но я почти обиделась на предложение мне этой помощи. Я просила чиновника очень благодарить графа Лорис Меликова за предложенную помощь, но объявила, что не могу принять ее, так как считаю своею нравственную обязанностью похоронить мужа на заработанные им деньги. Кроме того, чиновник объявил мне от имени графа, что дети мои будут приняты на казенный счет в те учебные заведения, в которые я пожелаю их поместить. Я просила чиновника передать графу мою искреннюю признательность за его доброе предложение, но тогда же в душе решила, что дети мои должны быть воспитаны не на счет государства, а на труды их отца, а затем труды матери. К моей большой радости мне удалось выполнить взятую на себя обязанность, и дети мои были воспитаны впоследствии на средства, получаемые от изданий полного собрания сочинений их отца. Я глубоко убеждена, что, отказавшись от помощи на погребение и от помощи на воспитание детей, я поступила так, как поступил бы мой незабвенный муж. С одиннадцати часов начали, узнав из газет о смерти Федора Михайловича, приходить знакомые и незнакомые, чтобы помолиться у его гроба. И их было такое множество, что скоро все пять жилых комнат заполнились густою толпою, и ко времени панихиды мне с детьми приходилось с трудом проталкиваться, чтобы стать поближе к гробу. Совершать панихиды был приглашен мною духовник мужа-отец, пропуск в рукописи. А певчие были в первый день из Владимирской церкви. В последние два дня на главные панихиды, о которых печаталось в объявлениях в час дня и восемь вечера, являлся по собственному желанию с согласия ктитора полный хор соборных певчих Исаакиевского собора Богдановича. Но кроме назначенных мною панихид, являлась каждый день две-три депутации от разных учреждений со священником своей церкви и певчими, и просили разрешения отслужить панихиду у гроба почившего писателя. Так я запомнила депутацию от морского корпуса, священник которого, отец протеерей, очень благолепно отслужил панихиду при пении отличного морского хора. Я не стану перечислять имена тех лиц, которые были на панихидах у гроба моего мужа. Тут были все выдающиеся представители нашей литературы, сочувствовавшие Федору Михайловичу и ценившие его талант. Были и лица прямо ему враждебные, и которые, узнав о его кончине, поняли, какую утрату понесла русская литература, и захотели отдать дань уважения одному из благороднейших ее представителей. На одной из вечерних панихид присутствовал юный тогда великий князь Дмитрий Константинович с своим воспитателем, что приятно поразило присутствовавших. В течение дня 29 января многие спрашивали меня, где будет похоронен Федор Михайлович. Помня, что при погребении Некрасова Федору Михайловичу понравилось кладбище Новодевичьего монастыря, я решила похоронить его там. Условиться о могиле я просила моего зятя Сватковского, а выбрать место поручила моей дочери Лили и отправила ее вместе с зятем в Новодевичьей, главным образом с целью, чтобы дочь могла проехаться по городу и подышать чистым воздухом. Бедные мои детки! Все три дня до похорон они сидели дома в комнатах, битком наполненных публикой, присутствовали на всех панихидах, а дочь моя Лиля раздавала поклонницам таланта ее отца на память цветы из венков, лежавших на груди усопшего. Во время поездки в Новодевичьей приехал Комаров, редактор Санкт-Петербургских ведомостей. Он объявил, что является от имени Александра Невской Лавры предложить на ее кладбищах любое место для вечного упокоения моего мужа. Лавра, говорил Комаров, просит принять место безвозмездно и будет считать за честь, если прах писателя Достоевского, ревностно стоявшего за православную веру, будет покоиться в стенах Лавры. Предложение, сделанное Александра Невскую Лаврою, было столь почетно, что было истинно жаль его отклонить. Между тем было возможно, что могильное место было уже куплено Сватковским, в Новодевичьем монастыре. Я не знала, на что решиться и какой ответ дать Комарову. На мое счастье, вернулся зять и заявил, что игуменья монастыря предъявила какие-то затруднения по поводу выбранного моей дочерью места, а потому покупка могилы отложена до завтра. Я была очень довольна, и так как Лавра предоставляла выбрать могильное место на любом из ее кладбищ, то я просила Комарова выбрать место на Тихвинском кладбище, ближе к могилам Карамзина и Жуковского, произведения которых Федор Михайлович так любил. По счастливой случайности, свободное место оказалось рядом с памятником поэта Жуковского, и оно было избрано местом вечного упокоения моего незабвенного мужа. 30 января на дневную панихиду приехал гофмейстер Абаза и передал мне от министра финансов письмо, в котором в благодарность за услуги, оказанные моим покойным мужем русской литературе, мне, нераздельно с детьми, назначалась государем-императором ежегодная пенсия в две тысячи рублей. Прочитав письмо и горячо поблагодарив Абаза за добрую весть, я тотчас вошла в кабинет мужа, чтобы порадовать его добрую вестью, что отныне дети и я обеспечены, и только войдя в комнату, где лежало его тело, вспомнила, что его уже нет на свете, и горько заплакала. Скажу, кстати, что такая непонятная для меня забывчивость продолжалась по крайней мере месяца два после смерти Федора Михайловича. То я спешила домой, чтобы не заставить его ждать обеда, то покупала для него сластье, то, услышав какое-нибудь известие, думала про себя, что надо его сейчас же сообщить мужу. Конечно, через минуту я вспоминала, что он уже умер, и мне становилось невыразимо тяжело. Должна сказать, что те два с половиной дня, пока тело моего незабвенного мужа находилось у нас в доме, я вспоминаю с некоторым ужасом. Самое мучительное было то, что ни на один час наша квартира не освобождалась от посторонних. Плотный поток людей шел с парадного хода, второй с черного хода проходил через все наши комнаты и останавливался в кабинете, где по временам до того сгущался воздух, до того мало оставалось кислорода, что гасли лампада и большие свечи, окружавшие катафалк. Посторонние лица находились у нас не только днем, но и ночью. Находились люди, которые хотели провести ночь у гроба Федора Михайловича, другие желали читать и читали часами по нем псалтырь. Так помню, что последнюю ночь пред выносом псалтырь у гроба читал адъютант граф Николай Федорович Гейден, глубокий почитатель таланта Федора Михайловича. Конечно, все это свидетельствовало о сердечной скорби почитателей таланта Федора Михайловича и о глубоком почтении к памяти усопшего, и я могла лишь чувствовать и выражать этим, так расположенным к этому мужу людям, лишь мою искреннюю признательность. Но при самой сердечной благодарности я в душе ощущала некоторую обиду за то, что общество отняло от меня моего дорогого мужа, что вокруг него, хоть и любящие его люди, но что я, самое близкое к нему существо, не могу быть с ним наедине, не могу еще и еще раз поцеловать его дорогое лицо и руки, приникнуть головой к его груди, как это было в первую по его кончине ночь. Присутствие посторонних заставляло меня сдерживать все проявления моих чувств из боязни, что досужий репортер на завтра в нелепых выражениях опишет мою горесть. Единственное убежище, где я могла свободно отдаваться моему отчаянию, это была небольшая комната, где у меня гостила моя мама. Когда мне было невмоготу, я уходила к ней, запиралась, бросалась на ее постель и старалась сколько-нибудь уяснить себе случившееся. Но мне не давали покоя и в заперти. Стучались и говорили, что прибыла депутация от такого-то учреждения и желает лично выразить мне соболезнования. Я выходила, и представитель депутации, заранее приготовивший красивую речь, начинал говорить о том значении, которое имел в русской литературе, мой покойный муж выставлял те высокие идеи, которые он проповедовал, и говорил, какую громадную потерю понесла с его смертью Россия. Я молча слушала, горячо благодарила, пожимала руки и уходила к маме. А через некоторое время новая депутация, непременно желающая меня видеть и лично выразить свои соболезнования. И я выходила и выслушивала речи о значении моего мужа и о том, кого в нем потеряла Россия. Выслушав за три дня много сочувственных речей, я наконец приходила в отчаяние и говорила себе, Боже, как они меня мучают! Что мне в том, кого потеряла Россия? Что мне в эти минуты до России? Вспомните, кого я потеряла. Я лишилась лучшего в мире человека, составлявшего радость, гордость и счастье моей жизни, мое солнце, мое божество. Пожалейте меня, лично меня пожалейте и не говорите мне про потерю России в эту минуту. Когда одно лицо из членов многочисленных депутаций захотело, кроме России, пожалеть и меня, то я была так глубоко тронута, что схватила руку незнакомца и поцеловала ее. Я вполне убеждена, что в те дни мысли мои были беспорядочные и ненормальные, чему, между прочим, содействовало и то, что я вела самую негигиеничную жизнь. Пять дней, 26-31 января, не выходила из душных комнат и питалась только булками и чаем. Детей моих добрые знакомые уводили гулять и к себе обедать, потому что при той толпе, которая шла в квартиру с черного хода, немыслимо было кухарки готовить, и все питались в сухомятку. В последний день, 30 января, со мной начались истерики. Во время одной из них произошел случай, который мог послужить причиной моей смерти. После одной из панихид, чувствуя нервный клубок в горле, я попросила кого-то из близких принести мне валерьяновых капель. Стоявшие около меня в гостиной в попыхах начали звать прислугу и говорить, дайте скорее валерьяну, валерьяну, где валерьяна? Так как существует имя валерьян, то моему расстроенному уму пришла смешная мысль, плачет вдова, и все, чтобы ее утешить, зовут на помощь какого-то валерьяна. От этой нелепой мысли я стала неистово хохотать и восклицать, валерьян, валерьян, как и меня окружающие. И забилась в сильной истерике. Как на грех прислуга валерьяновых капель не нашла, ее тотчас послали за ними в аптеку, приказав зароску пить и нашатырного спирта на случай, если меня придется приводить в чувство. Минут через десять оба лекарства были принесены, я же продолжала хохотать и биться на руках окружавших меня дам. Одна из дам, добрая Софья Викторовна Аверкиева, дама характера решительного, отлила в одну рюмку тридцать или более капель какой-то жидкости и, несмотря на мое сопротивление, заставила меня выпить. Но я почувствовала страшный ожог языка, выхватила носовой платок и выбросила в него все выпитое. Оказалось, что Софья Викторовна в попыхах перемешала склянки и дала мне вместо валерьяновых капель тридцать или более капель нашатырного спирта. За ночь у меня слезла вся кожица во рту из языка и сходила потом почти целую неделю. Потом мне говорили, что если бы я проглотила жидкость, то такой же ожог произошел бы в пищеводе и в желудке, и, возможно, что это грозило бы мне, если не смертью, то серьезную болезнью. Я забыла упомянуть, что на другой день после кончины мужа в числе множества лиц нас посетивших был знаменитый художник Крамской. Он по собственному желанию захотел нарисовать портрет с усопшего в натуральную величину и исполнил свою работу с громадным талантом. На этом портрете Федор Михайлович кажется не умершим, а лишь заснувшим, почти с улыбающимся и просветленным лицом, как бы уже узнавшим неведомую никому тайну загробной жизни. В историческом вестнике 1881 год, номер 3, страница 487-488 опубликована заметка о работе Крамского над этим портретом, который в настоящее время хранится в Пушкинском доме. Уведомленный о смерти Достоевского на другой день рано утром одним из приятелей последнего. Крамской тотчас же отправился на квартиру покойного, устроил там подмостки и в несколько часов написал карандашом и тушью портрет, одно из лучших своих произведений. Сходство этого портрета поразительное. Попытки фотографов снять этот портрет с покойного в маленькой комнатке при слабом свете и при том при необходимости в профиль совершенно не удались. Оригинал портрета Крамской просил вдову покойного принять от него как слабый дар за те часы наслаждения, которые доставляли художнику произведения Достоевского. Кроме Крамского было несколько художников, фотографов и рисовавших и снимавших с усопшего портреты для иллюстрированных изданий. Посетил нас знаменитый ныне скульптор Леопольд Бернштам, тогда еще никому неизвестный, и снял с лица моего мужа маску, благодаря которой имел потом возможность сделать поразительно похожий его бюст. Бернштам собирался вылепить бюст Достоевского еще при жизни Достоевского. Григорович просил Достоевского дать свое согласие в письме к нему от 6 ноября 1880 года и в письме к Достоевской от 20 января 1881 года. Смотри из архива Достоевского письма русских писателей Петроград 1923 год страницы 26-27. В субботу 31 января состоялся вынос тела Федора Михайловича из нашей квартиры в Александро-Невскую лавру. Я не стану описывать погребальное шествие, оно было многими описано. Полный перечень русской периодической печати, поместившей описание похорон Достоевского, смотри в книге «Достоевская. Библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Федора Михайловича Достоевского, 1846-1903 годы, Санкт-Петербург, 1906 год, а воспоминания современников в указателе Белов, Достоевский в воспоминаниях современников, библиографический указатель, ученые записки Педагогического института имени Герцена, том 320, страница 274-316. Наиболее полное описание похорон Достоевского дано в журнале «Всемирная иллюстрация», 1881 год, номер 631. Смотри также «Галоган», «Кончина и похороны» Федора Михайловича Достоевского в письмах Рыкачевых, материалы том 1, 285-я, 304-я страницы. Кузьмина, «Петербург не видал ничего подобного», в книге «Достоевский и его время», Ленинград, 1971 год, страница 305-307. Тюменив из дневника, публикация Фаниковой, «Литературное наследство», том 86-й, 336-я, 343-я страница. Да и всего шествия я не видала или видела на иллюстрациях, так как шла сразу за гробом и видела лишь ближайшее. По словам зрителей, оно представляло величественное зрелище. Длинная вереница на шестах несомых венков, многочисленные хоры молодежи, певшие погребальные песнопения, гроб, который высоко вздымался толпой, и громадная в несколько десятков тысяч масса людей, следовавших за кортежем. Все это производило большое впечатление. Главное достоинство этого печального чествования праха Федора Михайловича заключалось в том, что оно было никем не подготовлено. Впоследствии пышные похороны вошли в обычай, и их нетрудно устроить. В те же времена торжественных похоронных шествий, кроме похорон поэта Некрасова, сравнительно скромных, еще не бывало. Да и времени, два дня, не хватило бы на сборы и на их устройство. Еще накануне выноса мой брат, желая меня порадовать, сказал, что восемь таких-то учреждений предполагают принести венки на гроб Федор Михайлович. А наутро венков уже оказалось семьдесят четыре, а возможно, что и более. Потом выяснилось, что все учреждения и корпорации, каждая по собственной инициативе, заказала свой венок и избрала депутацию. Словом, все партии самых разнообразных направлений соединились в общем чувстве скорби о кончине Достоевского и в искреннем желании, возможно, торжественнее почтить его память. Погребальное шествие вышло из дому в одиннадцать часов, и только после двух часов достигло Александра Невской лавры. Я шла рядом с сыном и дочерью, и горькие думы не покидали меня. Как-то я воспитаю моих детей без отца, без Федора Михайловича, так горячо их любившего. Какая страшная ответственность отныне лежит на мне перед памятью моего мужа, и смогу ли я достойно исполнить свои обязанности. Идя за гробом Федора Михайловича, я давала себе клятву жить для наших детей, давала обет остальную мою жизнь посвятить, сколько будет в моих силах прославлению памяти моего незабвенного мужа и распространению его благородных идей. Теперь, предстоя пред приближающимся концом жизни, я, положа руку на сердце, могу сказать, что все обещания, данные мною в те тяжелые часы проводов праха моего незабвенного мужа я исполнила, поскольку хватило моих сил и их способностей. В тот же вечер 30 января в духовской церкви Александра Невской Лавры, где стоял гроб Федора Михайловича, был совершен парастаз, торжественное всеночное. Я приехала ко всеночной моим детей. Церковь была полна молящихся. Особенно много было молодежи, студентов разных высших учебных заведений, духовной академии и курсисток. Большинство из них остались в церкви на всю ночь, чередуясь друг с другом в чтении псалтыря над гробом Достоевского. Потом мне передали одно характерное замечание. Именно, что когда сторож пришел убирать церковь, то не нашлось в ней ни одного окурка папирос, что чрезвычайно удивило монахов, так как обычно за долгими службами почти всегда в церкви кто-нибудь втихомолку покурит и бросит окурок. Тут же никто из присутствовавших не решился курить из уважения к памяти почившего. 1 февраля 1881 года состоялось отпевание тела Федора Михайловича в церкви Святого Духа Александра Невской Лавры. Церковь имела величественный вид. Гроб усопшего, возвышавшийся среди храма, был покрыт множеством венков. Остальные венки с широкими лентами, на которых виднелись отпечатанные серебром и золотом надписи, стояли вдоль стен храма на высоких шестах, что придавало храму своеобразную красоту. В день отпевания брат мой повез моего сына и мою мать в Невскую Лавру. Меня же с дочерью обещала доставить туда в своей карете Засецкая, дочь партизана Давыдова, горячая поклонница таланта моего мужа. Мы выехали в десять часов. Не доезжая сотни сожений до Лавры, карета Засецкая поравнялась с извозчиком, на котором ехал какой-то полковник. Он раскланялся, и Засецкая помахала ему рукой. На площади стояла громадная в несколько тысяч толпа, и подъехать к вратам было невозможно. Пришлось остановиться среди площади. Мы с дочкой вышли и направились к вратам. Засецкая осталась в карете поджидать полковника и сказала, что он проводит ее в собор. Мы с трудом протискались сквозь толпу, но нас остановили и потребовали билеты. Конечно, в горе и суете мне не пришло в голову взять с собой билеты, предполагая, что нас пропустят и без них. Я ответила, что я вдова покойного, а это его дочь. Тут много вдов покойного. Прошли, и одни из детьми получила я в ответ. Но вы видите, что я в глубоком трауре, но и те были с вуалями. Пожалуйте вашу визитную карточку. Конечно, и визитной карточки со мной не оказалось. Я пробовала настаивать, стала просить вызвать какого-нибудь распорядителя похорон, назвала Григоровича, Рыкачева, Аверкиева. Но мне ответили, где мы будем их разыскивать? В тысячной толпе разве скоро найдешь? Я пришла в Афиане. Не говоря о том, какое мнение могли получить обо мне люди, меня мало знавшие, не видя меня на отпевании мужа, но мне самой до мучения хотелось в последний раз проститься с мужем, помолиться и поплакать у его гроба. Я не знала, что предпринять, так как думала, что Заседская уже успела пройти и не может меня выручить. К счастью, этого не случилось. Спутник Заседской властно удостоверил мою личность, нас пропустили, и мы с дочкой бегом побежали к церкви. К счастью, богослужение только началось. За упокоенную литургию совершал архиерей, преосвященный Нестор, епископ Выборгский, в сослужении архимандритов и иеромонахов, а на отпевание вышли ректор Духовной Академии Янышев и наместник лавры архимандрит Симеон, лично знавший моего мужа. 24 февраля 1879 года победоносцев в письме к Достоевскому сообщил, что сейчас у меня был отец архимандрит Симеон и привез для передачи вам выписанные им из книг подробности монашеского погребения, о которых он при свидании запамятовал объяснить вам. Литературное наследство, том 15, 135 страница. Выписки эти, очевидно, послужили Достоевскому для описания погребения старца Зосимы в главе «Тлитворный дух» и Карамазовы, часть 3, книга 7, глава 1. Умилительно пел увеличенный хор Александра Невской лавры и хор Исаакиевского собора. Предотпеванием протеерей Янышев сказал превосходную речь, в которой ярко выставил все достоинства Федора Михайловича как писателя и христианина. Речь Янышева во время отпевания Достоевского напечатана в церковном вестнике 1881 год, номер 6, 7 февраля. Достоевский познакомился с Янышевым в 1865 году в Висбадене и с тех пор неизменно питал к нему искренние дружеские чувства. Смотри первый том писем Достоевского, где напечатаны два его письма к Янышеву. После отпевания гроб Федора Михайловича был поднят и понесен их в церкви поклонниками таланта, между которыми особенно выделялся своим взволнованным видом молодой философ Соловьев. Публика запрудила все Тихвинское кладбище. Люди забрались на памятники, сидели на деревьях, цеплялись за решетки. Пришествие медленно подвигалось, проходя под склонившимися с двух сторон венками разных депутаций. После погребения над открытой могилой стали произносить речь. Первым говорил бывший Петрашевец Пальм. Затем говорили Миллер, Бестужев-Рюмин, Владимир Соловьев, Гайдебуров и многие другие. Над открытой могилой говорилось много также стихотворений, посвященных памяти усопшего. Смотри брошюру Федора Михайловича Достоевской, биография, его сочинения, последние минуты его жизни, проводы тела, похороны его и овации русского общества. Москва, 1881 год. Публика накрыла принесенными венками гроб почти до верхней части склепа. Остальные венки разрывались на части и присутствовавшие уносили листочки и цветки на память. Только к четырем часам могила была заделана, и я с детьми, ослабевшими от слез и голода, поехала домой. Толпа же долго еще не расходилась. Часть двенадцатая. После смерти Федора Михайловича. Глава первая. Разговор с Толстым. Всего один раз в жизни имела я счастье видеть и беседовать с графом Львом Николаевичем Толстым. И так как разговор наш шел исключительно о Федоре Михайловиче, то я считаю возможным присоединить его к моим воспоминаниям. С графиней Софьей Андреевной Толстой я познакомилась в 1885 году, когда в один из приездов в Петербург, она, доселе мне незнакомая, пришла просить моих советов по поводу издательства. Графиня объяснила мне, что до того времени сочинение ее знаменитого мужа издавал московский книгопродавец Салаев и платил за право издания сравнительно скромную сумму, если не ошибаюсь, двадцать пять тысяч. Узнав от своих знакомых, что я удачно издаю сочинение моего мужа, она решила сделать попытку самой издать произведение графа Льва Николаевича и пришла узнать от меня, представляет ли издание книг особенно много хлопот и затруднений. Графиня произвела на меня чрезвычайно хорошее впечатление, и я с искренним удовольствием посвятила ее во все тайны моего издательства, дала ей образцы подписных книг, объявлений, мною рассылаемых, предостерегла ее от некоторых сделанных много ошибок и так далее. Так как подробностей было много, то мне пришлось посетить графиню у ее сестры Кузьминской, и графиня побывала у меня два-три раза, чтобы выяснить то, что казалось для нее туманным. К моей большой радости мои издательские советы пригодились графине Софьи Андреевне, ее издание удалось превосходно и дало большую прибыль. С тех пор более двух десятков лет графиня сама с большим успехом издавала сочинение графа Льва Николаевича. Частые встречи и беседы с графиней дали нам возможность узнать друг друга, и мы дружески сошлись, и я убедилась, что графиня Софья Андреевна была истинным ангелом-хранителем своего гениального мужа. Бывая в Петербурге, графиня посещала меня. Я тоже, бывая в Москве, непременно заезжала к графине, и впоследствии предоставила ей и ее семье возможность видеть из окон музея памяти Федора Михайловича Достоевского перевезение тела почившего императора Александра Третьего в Архангельский собор. Я бывала в Москве большую частью или весною, ради посещения моего музея, или осенью, возвращаясь из Крыма и навещая графиню, никогда не заставала графа Льва Николаевича. Или уехал раннюю весною в Ясную Поляну, или проводил там осень. Но однажды зимой, приехав к графине вечером, узнала, что граф Лев Николаевич в Москве, но болен и никого не принимает. Поговорив со мною, графиня ушла к мужу, а я осталась беседовать с ее семьей. Минут через десять графиня вернулась и объявила, что ее муж, узнав о моем приходе, непременно хочет меня видеть и просит к нему прийти. Она предупредила меня, что у графа сегодня был приступ болезни печени, он чувствовал себя весь день слабым, а потому она просит недолго с ним разговаривать. Мы пошли с графиней по каким-то чисто московским переходам из дома в дом, и пока я шла, то была даже не совсем довольна, что к нему иду. Несмотря на все желание увидеть гениального писателя, поэтическими произведениями которого я всегда восхищалась, мною овладел какой-то страх перед ним, и мне заранее казалось, что я произведу на него неприятные впечатления, чего мне вовсе не желалось бы. Мы вошли в большую, но низенькую комнату, где на диване сидел граф Лев Николаевич, одетый в известную по фотографиям серую блузу. Страх мой мигом исчез при том радушном восклицании, которым он меня приветствовал. Как это удивительно, что жены наших писателей так на мужей своих похожи. — Разве я похожа на Федора Михайловича? — радостно спросила я. — Чрезвычайно. Я именно такую, как вы, и представлял себе жену Достоевского. Конечно, между моим мужем и мною не было никакого сходства, но ничем Толстой не мог бы доставить мне большей радости, как сказав сущую неправду, что я похожа на моего незабвенного мужа. Граф как-то сразу сделался для меня близким и родным. Лев Николаевич посадил меня в кресло рядом с собой и, указывая на обложенную какими-то подушечками грудь с горячей узолою или овсом, пожаловался на свое нездоровье. — Помолчали с минут. — Я давно мечтала увидеть вас, дорогой Лев Николаевич, — сказала я, — чтобы благодарить вас от всего сердца за то прекрасное письмо, которое вы написали Страхову по поводу смерти моего мужа. Страхов дал мне это письмо, и я его храню как драгоценность. — Я писал искренне то, что чувствовал, — сказал граф Лев Николаевич. — Я всегда жалею, что никогда не встречался с вашим мужем. А как он об этом жалел! А ведь была возможность встретиться. Это когда вы были на лекции Владимира Соловьева в соляном городке. Помню, Федор Михайлович даже упрекал Страхова. Зачем тот не сказал ему, что вы на лекции? Хоть бы я посмотрел на него, — говорил тогда мой муж, — если уж не пришлось бы побеседовать. Неужели? И ваш муж был на той лекции? Зачем же Николай Николаевич мне об этом не сказал? Эта лекция Соловьева, на которой присутствовали Толстой и Достоевский, состоялась 10 марта 1878 года. Ранее Анна Григорьевна приводила слова Страхова о том, что Толстой сам просил его ни с кем не знакомить. Возможно, это противоречие объясняется тем, что Страхов ревниво по собственной инициативе не хотел знакомить Толстого с писателем, ибо уже тогда он испытывал неприязнь к своему другу, пытаясь в то же время сохранить видимость искренних приятельских отношений с Достоевским. Вся неприглядность и двойственность поведения Страхова окончательно прояснилась в известном его письме к Толстому от 28 ноября 1883 года. Как мне жаль! Достоевский был для меня дорогой человек, и, может быть, единственный, которого я мог бы спросить о многом, и который бы мне на многое мог ответить. Когда он, Достоевский, умер, я почувствовал, что он был для меня очень важный и дорогой человек. Из воспоминаний о Льве Николаевиче Толстом Валентина Спиранского. Речь, 1915 год, номер 307, 7 ноября. Примечание Достоевской. Вошла графиня. Помня ее предупреждение, я поднялась уходить, но граф удержал меня, сказав, нет, нет, останьтесь еще. Скажите мне, какой человек был ваш муж? Каким он остался в вашей душе, в ваших воспоминаниях? Я была глубоко тронута тем задушевным тоном, которым он говорил о Федоре Михайловиче. Мой дорогой муж, сказала я восторженно, представлял собою идеал человека. Все высшие нравственные и духовные качества, которые украшают человека, проявлялись в нем в самой высокой степени. Он был добр, великодушен, милосерд, справедлив, бескорыстен, деликатен, сострадателен, как никто. А его прямодушие, неподкупная искренность, которая доставила ему столько врагов. Был ли хоть один человек, который ушел от моего мужа, не получив совета, утешения, помощи в той или другой форме? Правда, если его заставали больным после припадка или во время серьезной работы, то он был суров. Но эта суровость мигом сменялась добротою, если он видел, что человек нуждается в его помощи. И сколько сердечной нежности выказывал он, чтобы загладить свою резкость или суровость? Знаете, Лев Николаевич, нигде так ярко не выражается характер человека, как в обыденной жизни, в своей семье. И вот я скажу, что, прожив с ним 14 лет, я могла только приходить в удивление и умиление в виде его поступки. И вполне сознавая, иногда всю их непрактичность и даже вред для нас лично должна была признавать, что мой муж в известном случае поступил именно так, как должен был поступить человек, высоко ставящий благородство и справедливость. Я всегда так о нем и думал, сказал как-то задумчиво и проникновенно Лев Николаевич. Достоевский всегда представлялся мне человеком, в котором было много истинно христианского чувства. То же самое говорит Спиранский в своей статье из воспоминаний о Льве Николаевиче Толстом, речь 1915 год, номер 307, 7 ноября, примечание Достоевской. Вошла опять графиня, и я встала, крепко пожала протянутую мне руку моего любимого писателя и ушла под впечатлением такого очарования, которое редко когда испытывала. Судя по письму Достоевской к сыну Федору Федоровичу Достоевскому от 25 февраля 1889 года, смотри, Ланский, коллекция автографов Достоевской, памятники культуры, новые открытия, ежегодник, 1976 год, Москва, страница 74. Эта встреча Достоевской и Толстого произошла в феврале 1889 года. Да, этот человек умел покорять сердца людей. Возвращаясь домой по опустевшим московским улицам и проверяя только что испытанное глубокое впечатление, я дала себе слово и сдержала его никогда более не видать графа Льва Николаевича, несмотря на то, что добрая графиня много раз звала меня даже гостить в Ясную Поляну. Я опасалась, что при следующем моем свидании я застану графа Льва Николаевича больным, раздраженным или безвольным, и я увижу в нем другого человека, и тогда навеки исчезнет во мне то очарование, которое я испытала и которое мне было так дорого. Зачем же лишать себя тех душевных сокровищ, которые судьба изредка посылает на нашем жизненном пути? Глава 2. Ответ Страхову. Вот и теперь, уже перед близким концом, приходится мне выступить в защиту светлой памяти моего незабвенного мужа против гнусной клеветы, возведенной на него человеком, которого муж мой, я и вся наша семья десятки лет считали своим искренним другом. Я говорю о письме Страхова к графу Льву Николаевичу Толстому от 28 ноября 1883 года, появившемся в Октябрьской книжке современного мира за 1913 год. Письмо Страхова к Толстому от 28 ноября 1883 года, напечатано также в книге «Переписка Толстого Страховым». Том 2. Санкт-Петербург, 1914 год, страница 307-310. В ноябре этого года, вернувшись после лета в Петроград и встречаясь с друзьями и знакомыми, я была несколько удивлена тем, что почти каждый из них спрашивал меня, читала ли я письмо Страхова к графу Толстому. На мой вопрос, где оно было напечатано, мне отвечали, что читали в какой-то газете, но в какой не помнят. Я не придавала значения подобной забывчивости и не особенно заинтересовалась известием, так как что кроме хорошего, думала я, мог написать Страхов о моем муже, который всегда выставлял его как выдающегося писателя, одобрял его деятельность, предлагал ему темы, идеи для работы. Только потом я догадалась, что никому из забывчивых своих друзей и знакомых не хотелось огорчить меня смертельно, как сделал это наш фальшивый друг своим письмом. Прочла я это злосчастное письмо только летом 1914 года, когда стала разбирать бесчисленные вырезки из газет и журналов, доставленные мне агентством для пополнения Московского музея памяти Федора Михайловича Достоевского. Привожу это письмо. Напишу вам бесценный Лев Николаевич, небольшое письмо, хотя тема у меня богатейшая, но и не здоровится, и очень долго бы было вполне развить эту тему. Вы, верно, уже получили теперь биографию Достоевского. Прошу вашего внимания и снисхождения. Скажите, как вы ее находите? Речь идет о книге «Достоевский. Полное собрание сочинений. Том 1. Биография, письма и заметки из записной книжки. Санкт-Петербург, 1883 год». Эта биография была составлена Миллером и Страховым по просьбе Анны Григорьевны. О работе Миллера и Страхова над этой биографией Достоевского. Смотри их переписку с Достоевской. Публикация Белова. Байкал, 1976 год, номер пятый, страница 138-140. И по этому-то случаю хочу исповедаться перед вами. Все время Писания я был в борьбе. Я боролся с подымавшимся во мне отвращением, старался подавить в себе это дурное чувство. Пособите мне найти от него выход. Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком, что в сущности совпадает. Он был зол, завистлив, развратен. И он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. Сам же он, как Руссо, считал себя лучшим из людей и самым счастливым. По случаю биографии я живо вспомнил все эти черты. В Швейцарии при мне он так помыкал слугою, что тот обиделся и выговорил ему, я ведь тоже человек. Помню, как тогда же мне было поразительно, что это было сказано проповеднику гуманности, и что тут отозвались понятия вольной Швейцарии о правах человека. Такие сцены были с ним беспрестанно, потому что он не мог удержать своей злости. Я много раз молчал на его выходке, которые он делал совершенно по бабье, неожиданно и непрямо. Но и мне случалось раза два сказать ему очень обидные вещи. Но, разумеется, в отношении к обидам он вообще имел перевес над обыкновенными людьми, и всего хуже то, что он этим услаждался, что он никогда не каялся до конца во всех своих пакостях. Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка. Заметьте при этом, что при животном сладострасти у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие, это герой записок из подполья, Свидригайлов в «Преступление и наказание» и Ставрогин в «Бесах». Одну сцену из Ставрогина, растление и прочее, Котков не хотел печатать, а Достоевский здесь ее читал многим. Имеется в виду глава у Тихона, в которой рассказывается об исповеди Ставрогина и о его неудачной попытке искреннего покаяния, самоочищения. По первоначальному замыслу Достоевского, эта глава должна была следовать за главой Иван-Царевич и была уже набрана, но редактор русского вестника Котков воспротивился напечатанию ее. При такой натуре он был очень расположен к сладкой сентиментальности, к высоким и гуманным мечтаниям, и эти мечтания — его направление, его литературная музыка и дорога. В сущности, впрочем, все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости. Как мне тяжело, что я не могу отделаться от этих мыслей, что я не умею найти точки примирения. Разве я злюсь, завидую, желаю ему зла? Нисколько. Я только готов плакать, что это воспоминание, которое могло бы быть светлым, только давит меня. Припоминаю ваши слова, что люди, которые слишком хорошо нас знают, естественно, не любят нас. Но это бывает и иначе. Можно при близком знакомстве узнать в человеке черту, за которую ему потом будешь все прощать. Движение истинной доброты, искра настоящей сердечной теплоты, даже одна минута настоящего раскаяния может все загладить. И если бы я вспомнил что-нибудь подобное у Достоевского, я бы простил его и радовался бы на него. Но одно возведение себя в прекрасного человека, одна головная и литературная гуманность, Боже, как это противно! Это был истинно несчастный и дурной человек, который воображал себя счастливцем, героем и нежно любил одного себя. Так как я про себя знаю, что могу возбуждать сам отвращение, и научился понимать и прощать в других это чувство, то я думал, что найду выход и по отношению к Достоевскому. Но не нахожу и не нахожу. Вот маленький комментарий к моей биографии. Я бы мог записать и рассказать и эту сторону в Достоевском. Много случаев рисуется мне гораздо живее, чем то, что мной описано, и рассказ вышел бы гораздо правдивее. Но пусть эта правда погибнет. Будем щеголять одной лицевой стороной жизни, как мы это делаем везде и во всем. Я послал вам еще два сочинения, дублеты, которые очень сам люблю, и которыми, как я заметил бывшую вас, вы интересуетесь. Прессанс — прелестная книга, перворазрядной учености. А Джулия, конечно, лучший перевод Аврелия, восхищающий меня мастерством. О какой книге протестантского богослова Прессанса идет речь, точно сказать нельзя. Известно, что Толстой пользовался его книгами. Имеется в виду парижское издание известного философского произведения Марка Аврелия «Наедине с собою». Приведу ответ графа Льва Николаевича Толстого. Книгу Прессанса я тоже прочитал, но вся ученость пропадает от загвоздки. Бывают лошади-красавицы. Рысак — цена тысяча рублей, и вдруг заминка. И лошади-красавицы, и силачу цена — грош. Чем я больше живу, тем больше ценю людей без заминки. Вы говорите, что помирились с Тургеневым, а я очень полюбил. И забавно, за то, что он был без заминки, и свезет. А то рысак, да никуда на нем не уедешь, если еще не завезет в канаву. И Прессанса, и Достоевский, оба с заминкой. И у одного вся ученость, у другого ум и сердце пропали ни за что. Ведь Тургенев и переживет Достоевского, и не за художественность, а за то, что без заминки. Письмо Толстого Страхову от 5 декабря 1883 года. Лев Николаевич Толстой. Полное собрание сочинений. Том 63. Москва. 1934 год. Страница 142. Точный текст письма. Впервые приводится в книге Гусева. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1881 по 1885 год. Москва. 1970 год. Страница 221. Приведу и ответное письмо Страхова от 12 декабря 1883 года. Если так, то напишите же, бесценный Лев Николаевич о Тургеневе. Как я жажду прочесть что-нибудь с такой глубокую подкладкой, как ваше. А то наше писание — какое-то баловство для себя или комедия, которую мы играем для других. В своих воспоминаниях я все налегал на литературную сторону дела. Хотел написать страничку из истории литературы, но не мог вполне победить своего равнодушия. Лично о Достоевском я старался только выставить его достоинства. Но качеств, которых у него не было, я ему не приписывал. Мой рассказ о литературных делах, вероятно, мало вас занял. Сказать ли, однако, прямо? И ваше определение Достоевского, хотя многое мне прояснило, все-таки мягко для него. Как может совершиться в человеке переворот, когда ничто не может проникнуть в его душу дальше известной черты? Говорю «ничто» в точном смысле этого слова. Так мне представляется его душа. О, мы, несчастные и жалкие создания, и одно спасение — отречься от своей души. Переписка Толстого с Страховым, том 2, Санкт-Петербург, 1914 год, страница 310. Письмо Страхова возмутило меня до глубины души. Человек, десятки лет бывавший в нашем доме, испытавший со стороны моего мужа такое сердечное отношение, оказался лжецом, позволившим себе взвести на него такие гнусные клеветы. Было обидно за себя, за свою доверчивость, за то, что оба мы с мужем так обманулись в этом недостойном человеке. Меня удивило в письме Страхова, что все время писания воспоминаний он боролся с подымавшимся в нем отвращением. Но зачем же, чувствуя отвращение к взятому на себя труду и, очевидно, не уважая человека, о котором взялся писать, Страхов не отказался от этого труда, как сделал бы на его месте всякий уважающий себя человек? Не потому ли, что не желал поставить меня, издательницу, в затруднительное положение в деле приискания биограф? Но ведь биографию взял на себя писать Миллер, да и имелись в виду другие литераторы, Аверкиев, Случевский, написавшие ее для дальнейших изданий. Смотри, Федор Михайлович Достоевский, полное собрание сочинений, том первой, повести и рассказы, краткий очерк жизни и писательства Достоевского, составитель Аверкиев, Санкт-Петербург, 1885 год. Достоевский, полное собрание сочинений, том первой, повести и рассказы, очерк жизни и деятельности Достоевского, составитель Случевский, Санкт-Петербург, 1888 год. Об очерке Случевского, смотри, Мазур, Достоевский и Случевский, материалы, том третий, 209-217 страницы. Страхов говорит в своем письме, что Достоевский был зол, и в доказательство приводит глупенький случай с Кельнером, которым он будто бы помыкал. Мой муж из-за своей болезни был иногда очень вспыльчив, и возможно, что он закричал на лакея, замедлявшего подать ему заказанное кушанье, в чем другом могло бы выразиться помыкание Кельнера. Но это означало не злость, а лишь нетерпеливость. И как неправдоподобен ответ слуги, я ведь тоже человек. В Швейцарии простой народ так груб, что слуга в ответ на обиду не ограничился бы жалостными словами, а сумел и посмел бы ответить сугубую дерзостью, вполне рассчитывая на свою безнаказанность. Не могу понять, как у Страхова поднялась рука написать, что Федор Михайлович был зол и нежно любил одного себя. Ведь Страхов сам был свидетелем того ужасного положения, в которое оба брата Достоевские были поставлены запрещением времени, происшедшим благодаря неумело написанной статье, роковой вопрос самого же Страхова. В 1863 году, после апрельской книжки, журнал «Время» был прекращен по высочайшему повелению из-за статьи «Роковой вопрос», подписанной псевдонимом «Русский» и принадлежавшей Страхову. Эта статья касалась польского вопроса, который рассматривался в официально-патриотическом духе. Однако статья была превратно понята, в ней увидели возвеличение польской цивилизации в ущерб русской национальности. Смотри «Долинин» к цензурной истории журналов Достоевского в книге «Достоевский», том 2, 423-430 страницы. Смотри также «Нечаева», журнал Михаила Михайловича и Федора Михайловича Достоевских «Время», Москва, 1972 год. Ведь не напиши Страхов такой неясной статьи, журнал продолжал бы существовать и приносить выгоды и после смерти Михаила Михайловича Достоевского. На плечи моего мужа не упали бы все долги по журналу, и не пришлось бы ему всю свою остальную жизнь так мучиться из-за уплаты, взятых на себя по журналу, обязательств. По истине можно сказать, что Страхов был злым гением моего мужа, не только при его жизни, но, как оказалось теперь, и после его смерти. Страхов был очевидцем и того, что Федор Михайлович долгое время помогал семье своего умершего брата Михаила Михайловича Достоевского, своему больному брату Николаю Михайловичу и пасынку Павлу Александровичу Исаеву. Человек со злым сердцем, любивший одного себя, не взял бы на себя трудновыполнимых денежных обязательств, не взял бы на себя и заботу о судьбе родных. И вот, зная мельчайшие подробности жизни Федора Михайловича, сказать про него, что он был зол и нежно любил одного себя, было со стороны Страхова полную недобросовестностью. Со своей стороны, я, прожившая с мужем 14 лет, считаю своим долгом засвидетельствовать, что Федор Михайлович был человеком беспредельной доброты. Он проявлял ее в отношении не одних лишь близких ему лиц, но и всех о несчастье, неудаче или беде которых ему приходилось слышать. Его не надо было просить, он сам шел со своей помощью. Имея влиятельных друзей, Победоносцева, Филиппова, Вышнеградского, муж пользовался их влиянием, чтобы помочь чужой беде. Скольких стариков и старух поместил он в богадельни, скольких детей устроил в приюты, скольких неудачников определил на места. А сколько приходилось ему читать и исправлять чужих рукописей, сколько выслушивать откровенных признаний и давать советы в самых интимных делах. Он не жалел ни своего времени, ни своих сил, если мог оказать ближнему какую-либо услугу. Помогал он и деньгами, а если их не было, ставил свою подпись на векселях и, случалось, платился за это. «Доброта Федора Михайловича шла иногда вразрез с интересами нашей семьи, и я подчас досадовала, зачем он так бесконечно добр. Но я не могла не приходить в восхищение, видя, какое счастье для него представляет возможность сделать какое-либо доброе дело». Страхов пишет, что Достоевский был завистлив. Но кому же он завидовал? Все интересующиеся русской литературой знают, что Федор Михайлович всю жизнь благоговел пред гением Пушкина. И лучшую статьею, возвеличившую великого поэта, была пушкинская речь, произнесенная им в Москве при открытии ему памятника. Трудно допустить Федоре Михайловиче зависть к таланту графа Льва Толстого, если припомнить, что говорил о нем мой муж в своих статьях «Дневник писателя». Возьму для примера дневник за 1877 год. В январском номере, говоря о герое детства и отрочества, Федор Михайлович выразился, что это чрезвычайно серьезный психологический этюд над детской душой, удивительно написанный. Дневник писателя, 1877 год, издание 1883 года, страница 34-е примечание Достоевской. Дневник писателя 1877 года, который Анна Григорьевна цитирует в этой главе, смотри также по изданию Достоевский, 1926-30 годы, том 12. В февральском выпуске муж называет Толстого «необыкновенной высоты художником». Там же страница 55-е примечание Достоевской. В дневнике за июль-август Федор Михайлович выставил Анну Каренину как «факт особого значения, который бы мог отвечать за нас Европе, на который мы могли бы указать Европе». Страница 230-е примечание Достоевской. Далее там же говорит «Он гениально намечен поэтом в гениальной сцене романа, в сцене смертельной болезни героини романа». Там же страница 234-е примечание Достоевской. В заключении статьи муж говорит «Такие люди, как автор Анны Карениной, суть учители общества, наши учители, а мы лишь ученики их». Там же страница 258-я примечание Достоевской. В знаменитом романисте Гончарове Федор Михайлович не только ценил его большой ум, но высоко ставил его талант, искренно любил его и называл своим любимейшим писателем. «Биография и письма» страница 318-я примечание Достоевской. Дневник писателя 1877-й год, издание 1883-го года, страница 229-я, 230-я примечание Достоевской. Из письма Достоевского-Колчевской от 9 апреля 1876-го года, письма, том 3, 206-я страница. Отношения моего мужа к Тургеневу в юности были восторженные. В письме к брату от 16 ноября 1845-го года он пишет про Тургенева. «Но, брат, что это за человек? Я тоже едва ли не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет. Я не знаю, в чем природа отказала ему. Наконец, характер, неистощимо прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе». Биография и письма, страница 42-я, примечание Достоевской. Письма, том 1, 84-я страница. Впоследствии Федор Михайлович разошелся с ним в убеждениях, но Тургенев в письме своем от 28 марта 9 апреля 1877 года писал «Я решился написать вам это письмо, несмотря на возникшие между нами недоразумения, вследствие которых наши личные отношения прекратились. Вы, я уверен, не сомневаетесь в том, что недоразумения эти не могли иметь никакого влияния на мое мнение о вашем первоклассном таланте и о том высоком месте, которое вы по праву занимаете в нашей литературе». Первое собрание писем Тургенева, 1885 год, страница 315-я, примечание Достоевской. В рукописи этой цитаты нет, однако, судя по ссылке Анны Григорьевны на первое собрание писем Тургенева, правда, год издания не точно указан, вместо 1884-85. И прежде всего, исходя из смысла цитаты, Анна Григорьевна не дописала именно этот отрывок из письма Тургенева к Достоевскому от 28 марта 9 апреля 1877 года. В 1880 году на московском празднестве, говоря о Пушкинской Татьяне, Федор Михайлович сказал, «Такой красоты положительный тип русской женщины почти уже не повторялся в нашей художественной литературе, кроме разве образа Лизы в дворянском гнезде Тургенева». Биография, воспоминания, страница 310-я, примечание Достоевской. Смотри, Достоевский, 1956-58 годы, том 10, 447-я страница. Говорит ли об отношении Федора Михайловича к поэту Некрасову, который всегда был дорог ему по воспоминаниям юности и которого он называл великим поэтом, создавшим великого власа? Дневник писателя, 1877 год, издание 1883 года, страница 390-я, примечание Достоевской. Статья по поводу смерти Некрасова, в которой Федор Михайлович сказал, что он в ряду поэтов, то есть приходивших с новым словом, должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым, эта статья, по признанию знатоков русской литературы, могла считаться лучшую из статей, написанных по поводу кончины поэта. Там же страница 387-я. Вот каковы были отношения моего мужа к талантам и произведениям наших выдающихся писателей, и слова Страхова, что Достоевский был завистлив, были жестокую к нему несправедливостью. Но еще более вопиющей несправедливостью были слова Страхова, что мой муж был развратен, что его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. В доказательство Страхов приводит сцену из романа «Бесы», которую Катков не хотел печатать, но Достоевский здесь ее читал многим. Федору Михайловичу для художественной характеристики Николая Ставрогина необходимо было приписать герою своего романа какое-либо позорищее его преступление. Эту главу романа Катков действительно не хотел напечатать и просил автора ее изменить. Федор Михайлович был огорчен отказом и, желая проверить правильность впечатления Каткова, читал эту главу своим друзьям Победоносцеву, Майкову, Страхову и другим, но не для похвальбы, как объясняет Страхов, а прося их мнение и как бы суда над собой. Когда же все они нашли, что сцена чересчур реальна, то муж стал придумывать новый вариант этой необходимой, по его мнению, для характеристики Ставрогина сцены. Вариантов было несколько, и между ними была сцена в бане, истинное происшествие, о котором мужу кто-то рассказывал. Не исключено, что этот эпизод выдумал сам Достоевский, чтобы позлить, мистифицировать Тургенева. Во всяком случае, Ясинский в своих мемуарах совершенно определенно рассказывает о том, как однажды Достоевский пришел к Тургеневу, чтобы покаяться якобы в совершенном им преступлении. «Ах, Иван Сергеевич, я пришел к вам, дабы высотою ваших этических разглядов измерить бездну моей низости». И когда Тургенев пришел в негодование от рассказа, Достоевский, уходя, сказал, «А ведь это я все изобрел, Иван Сергеевич, единственно, из любви к вам и для вашего развлечения». По словам Ясинского, Тургенев уже после ухода Достоевского согласился с тем, что писатель весь этот эпизод выдумал. «Смотри, Ясинский, роман моей жизни, книга воспоминаний, Москва, Ленинград, 1926 год, страница 168-169». По свидетельству Ковалевской, подобный сюжет был задуман Достоевским еще в 1863 году. «Смотри, Ковалевское, воспоминания и письма, Москва, 1961 год, страница 107-я». Внучка Философовой, Трубецкая, приводит рассказ Достоевского в конце 1870-х годов в салоне Философовой. «Самый ужасный, самый страшный грех – изнасиловать ребенка. Отнять жизнь – это ужасно, – говорил Достоевский, – но отнять веру в красоту любви – это более страшное преступление». И Достоевский рассказал эпизоды своего детства. «Когда я в детстве жил в Москве в больнице для бедных, – рассказывал Достоевский, – где мой отец был врачом, я играл с девочкой, дочкой кучера или повара. Это был хрупкий, грациозный ребенок лет девяти. Когда она видела цветок, пробивающийся между камней, то всегда говорила, посмотри, какой красивый, какой добрый цветочек. И вот какой-то мерзавец в пьяном виде изнасиловал эту девочку, и она умерла, истекая кровью. «Помню, – рассказывал Достоевский, – меня послали за отцом в другой флигель больницы. Прибежал отец, но было уже поздно. Всю жизнь это воспоминание меня преследует, как самое ужасное преступление, как самый страшный грех, для которого прощения нет и быть не может. И этим самым страшным преступлением я казнил Ставрогина в бесах». Трубецкая, Достоевский и Философова, публикация Белова, русская литература, 1973 год, номер 3, страница 117. Историю этой клеветы Страхова подробно исследовал и убедительно проверк Захаров в своей книге «Проблемы изучения Достоевского» Петрозаводск, 1978 год, страница 75-109. В сцене это и принимало преступное участие гувернантка. И вот ввиду этого лица, которым муж рассказывал вариант, в том числе и Страхов, прося их совета, выразили мнение, что это обстоятельство может вызвать упреки Федору Михайловичу со стороны читателей, будто он обвиняет в подобном бесчестном деле гувернантку и идет, таким образом, против так называемого «женского вопроса», как когда-то упрекали Достоевского, что он, выставив убийцей студента Раскольникова, будто бы тем самым обвиняет в подобных преступлениях наше молодое поколение студентов. И вот этот вариант романа, эту гнусную роль Ставрогина, Страхов в злобе своей, не задумался приписать самому Федору Михайловичу, забыв, что исполнение такого изощренного разврата требует больших издержек и доступно лишь для очень богатых людей, а мой муж всю свою жизнь был в денежных тисках. «Ссылка Страхова на профессора Висковатова для меня тем поразительнее, что профессор никогда у нас не бывал». Федор же Михайлович имел о нем довольно легковесное мнение, чему служит доказательством приведенный в письме к Майкову рассказ о встрече в Дрездене с одним русским. Анна Григорьевна имеет в виду письмо Достоевского к Майкову от 16-28 августа 1867 года, где писатель рассказывает о встрече в Германии с одним русским, который постоянно живет за границей, ненавидит Россию и ездит на родину только для того, чтобы получить доход с имения «Смотри письма», том 2-й, 28-я страница. Однако на каком основании Анна Григорьевна считает, что речь идет здесь о Висковатове, неизвестно. С своей стороны я могу засвидетельствовать, что, несмотря на иногда чрезвычайно реальные изображения низменных поступков героев своих произведений, мой муж всю жизнь оставался чуждом развращенности. Очевидно, большому художнику благодаря таланту не представляется необходимым самому проделывать преступления, совершенные его героями, иначе пришлось бы признать, что Достоевский сам кого-нибудь укокошил, если ему удалось так художественно изобразить убийство двух женщин Раскольниковым. С глубокую благодарностью вспоминаю я, как относился Федор Михайлович ко мне, как оберегал меня от чтения безнравственных романов, и как возмущался, когда я по молодости лет передавала ему услышанный от кого-либо скабрезный анекдот. В своих разговорах муж мой всегда был очень сдержан и не допускал циничных выражений. С этим, вероятно, согласятся все лица его помнища. Прочитав клеветническое письмо Страхова, я решила протестовать. Но как это сделать? Для возражения против письма было упущено время. Появилось оно в октябре 1913 года, я же узнал о нем почти через год. Да и что такое значит возражение, помещенное в газетах? Оно затеряется в текущих новостях, забудется. Да и многими ли будет прочтено? Я стала советоваться с моими друзьями и знакомыми, из которых некоторые знавали моего покойного мужа. Мнения их разделились. Одни говорили, что к этим гнусным клеветам надо отнестись с презрением, которое они заслуживают. Говорили, что значение Федора Михайловича в русской и всемирной литературе настолько высоко, что клеветы не повредят его светлой память. Указывали и на то, что появление письма не вызвало даже никаких толков в текущей литературе. До того большинству пишущих была ясна клевета и понятен клеветник. Другие говорили, что, напротив, мне необходимо протестовать, помня пословицу «клевещите, клевещите, что-нибудь достанется». Говорили, что из того обстоятельства, что я, посвятившая всю свою жизнь служению мужу и его памяти, не нашла возможным опровергнуть клевету, могут вывести, что в ней заключалось что-нибудь верное. Мое молчание явилось бы как бы подтверждением клеветы. Многие, возмущенные письмом Страхова, находили, однако, что одно мое опровержение недостаточно, что следует друзьям и лицам с добрым чувством, помнящим Федора Михайловича, написать протест против возведенных на него страховым клевет. Некоторые лица взяли на себя труд составления протеста и собирания подписей. Другие лица захотели выразить свое возмущение отдельными письмами. Многие из друзей моих высказали мнение, что в противовес клевете следовало бы приложить к протесту статьи, воспоминания, которые разновременно были напечатаны в журналах и рисуют Федор Михайлович как необычайно доброго и отзывчивого человека. Следуя совету друзей, присоединяю как протест, так и статьи к моим воспоминаниям. Говоря со многими лицами по поводу этого злосчастного, так омрачившего последние мои годы письма, я спрашивала, как они представляют себе, что побудило Страхова написать его письмо. Большинство склонялось к тому, что это была профессиональная зависть, столь обычная в литературном мире, что, вероятно, Федор Михайлович по своей искренности, а может быть и резкости, обидел Страхова, последний и сам говорит об этом, и вот явилось желание отомстить хотя бы и умершему. Высказать свое мнение печатно Страхов не посмел, так как знал, что вызовет против себя слишком много защитников в памяти Достоевского, а ссориться с людьми было не в характере Страхова. Одно из лиц, близко знавшее Страхова, высказало мне мысль, что своим письмом он хотел очернить, принизить Достоевского в глазах Толстого. Когда я усомнилась в этом предположении, мой собеседник высказал свое мнение о Страхове довольно оригинальное. Кто в сущности был Страхов? Это исчезнувший в настоящее время тип благородного приживальщика, каких было много в старину. Вспомните, он месяцами гостит у Толстого, у Фета, у Данилевского, а по зимам ходит по определенным дням обедать к знакомым и переносит слухи и сплетни из дома в дом. Как писатель-философ, он был мало кому интересен, но он был всюду желанный гость, так как всегда мог рассказать что-нибудь новое о Толстом, другом которого он считался. Дружбую эту он очень дорожил и, будучи высокого о себе мнения, возможно, что считал себя опорою Толстого. Каково же могло быть возмущение Страхова, когда Толстой, узнав о смерти Достоевского, назвал усопшего своей опорой и высказал искреннее сожаление, что не встречался с ним. Из письма Толстого к Страхову от начала февраля 1881 года «Я никогда не видел этого человека Достоевского и никогда не имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый-самый близкий, дорогой, нужный мне человек. Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал, и теперь плачу». Толстой, полное собрание сочинений, том 63, Москва, 1934 год, страница 43. Возможно, что Толстой часто восхищался талантом Достоевского и говорил о нем, и это коробило Страхова, и чтобы пресечь это восхищение, он решил взвести на Достоевского ряд клевет, чтобы его светлый образ потускнел в глазах Толстого. Возможно, что у Страхова была и мысль отомстить Достоевскому за нанесенные когда-то обиды, очернив его предпотомством, так как, видя, каким обаянием пользуется его гениальный друг, он мог предполагать, что впоследствии письма Толстого и его корреспондентов будут напечатаны, и хоть через много-много лет злая цель его будет достигнута. Не разделяя исключительное мнение моего собеседника, я закончу этот тяжелый эпизод моей жизни словами письма Страхова. В человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости. С философом и критиком Страховым Достоевский познакомился в декабре 1859 года, сразу же после возвращения в Петербург из ссылки. В 1861 году Страхов был ближайшим сотрудником журнала братьев Достоевских «Время», а затем «Эпохи», полностью разделяя ту систему общественно-политических взглядов Достоевского, которую обычно называют «почвенничеством». Из философских работ Страхова, в которых он является последователем Гегеля, наибольшую известность получили книги «Мир как целое» издание 2-й, 1892 год, философские очерки 1895-й, об основных понятиях психологии и физиологии издание 2-й, 1864 год, из литературно-критических работ Страхова, важнейшими являются критические статьи о Тургеневе и Толстом, издание 2-е, 1895 год, и «Борьба с Западом» в нашей литературе, издание 3-е, 1898 год, а также первая большая биография Достоевского в первом томе полного собрания сочинений писателя, 1883 год. О жизни и деятельности Страхова смотри книги Никольский, Страхов, критико-биографический очерк, Петербург, 1896 год, Белов, Белодубровский, библиотека Страхова, памятники культуры, новые открытия, ежегодник, 1976, Москва, 1977 годы, страницы 134-140. Несмотря на всю идейную близость Достоевского и Страхова, на их принадлежность к лагерю почвенников, они все же никогда по-настоящему не были близки друг к другу. Это особенно ярко вскрылось в известном письме Страхова к Льву Толстому от 28 ноября 1883 года, смотри переписка Толстого и Страхова, том 2, Санкт-Петербург, 1914 год, страница 307-310, перед которым Страхов кается в том, что так односторонне обрисовал фигуру Достоевского в своих воспоминаниях о нем. Смотри биография, 177-329 страница. Хотя и в воспоминаниях Страхова о Достоевском уже намечалась, правда, очень осторожно, обличительная тенденция, так полно развившаяся в письме к Толстому. Но и Достоевский далеко не идеализировал Страхова. Вот что он, например, говорил в одном из своих писем. «Это скверный семинарист и больше ничего. Он уже раз оставлял меня именно с падением эпохи и прибежал только после успеха преступления». Письма, том 3, 155-я страница. В 83-м томе литературного наследства впервые приводится запись Достоевского о Страхове, датируемая 1877 годом. «Чистейшая семинарская черта. Происхождение никуда не спрячешь. Никакого гражданского чувства и долга. Никакого негодования какой-нибудь гадости. А напротив, он и сам делает гадость. Несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную, грубо сладострастную пакость готов продать всех и все и гражданский долг, которого не ощущает, и работу, до которой ему все равно, и идеал, которого у него не бывает. И не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать. Я еще больше потом поговорю об этих литературных типах наших. Их надо обличать и обнаруживать неустанно». Литературное наследство, том 83, 620-я страница. Комментируя эту антистраховскую запись Достоевского, Розенблюм справедливо предполагает, что Страхов видел эту запись, когда Достоевская предоставила ему и Миллеру возможность ознакомиться с архивом Достоевского для подготовки первого тома посмертного собрания и сочинения писателя. Было решено издать также большую часть последней тетради Достоевского. Совершенно очевидно, замечает Розенблюм, что Достоевская не заметила этой антистраховской записи, иначе она упомянула бы о ней в заявлении по поводу письма Страхова к Толстому. «Страхов, конечно, понимал», пишет Розенблюм, «что со временем не только последняя тетрадь Достоевского, но и все остальные будут опубликованы. Знал он также, что когда-нибудь будет издана и переписка Льва Толстого. Быть может, и эту мысль отчасти имел он в виду, направляя письмо Толстому, своеобразный ответ Достоевскому». Литературное наследство, том 83, 23 страница. Достоевская обратилась к целому ряду лиц, хорошо знавших Достоевского, с просьбой подписать протест против этого письма Страхова. Смотри, например, письмо Достоевской к писательнице Пешковой Толиверовой от 16 июля 1916 года, публикация Белова, Байкал, 1976 год, номер 5, страница 144. Этот протест подписали Круглов, Аверкиева, Полонская, Алчевская, Штекеншнейдер, Кашперева, Академик Рыкачев и другие. «С чувством искреннего негодования», гласил протест, «мы, лично знавшие покойного писателя, Федора Михайловича Достоевского, прочли письмо Страхова к графу Льву Толстому от 28 ноября 1883 года, напечатанное в журнале «Современный мир» октябрь 1913 года. В письме этом Страхов говорит, что Достоевский был зол, завистлив и развратен. Не говоря уже об известном всему литературному миру факте, что Федор Михайлович взял на себя после смерти своего брата Михаила Михайловича Достоевского все долги по журналу «Время» в количестве более 20 тысяч рублей и выплачивал их до самой своей смерти, существует свидетельство многих лиц, что он сам больной и необеспеченный помогал своему пасынку Павлу Александровичу Исаеву, больному брату Николаю и семье умершего Михаила Михайловича Достоевского. Но не одни только близкие пользовались добротой Федора Михайловича. Существуют многочисленные свидетельства, печатные и устные, что никто из обращавшихся к нему незнакомых ему людей не уходил от него без дружеского совета, указания, помощи в той или другой форме. Мог ли поступать подобным образом человек, нежно любивший одного себя, как о нем пишет Страхов? Федор Михайлович, по словам Страхова, был завистлив. Но лица, интересующиеся русской литературой, помнят и знаменитую его пушкинскую речь, и восторженные и защитительные статьи и отзывы его в дневнике писателя о Некрасове, графе Толстом, Виктории Гюго, Бальзаке, Диккенсте, Жорж Занде, которому он, очевидно, не завидовал. Подозревать Федора Михайловича в зависти к чинам, карьере или богатству других людей было бы странно, когда он сам во всю свою жизнь ничего для себя не искал и добровольно раздавал нуждающимся все, что имел. Но еще поразительнее для нас в письме Страхова это обвинение Федора Михайловича в разврате. Лица, близко знавшие его в молодости, в Петербурге и в Сибири, Милюков, Яновский, Резенкампф, Барон Врангель и другие, в своих воспоминаниях о Федоре Михайловиче ни единым намеком не обмолвились о развращенности его в те отдаленные времена. Мы же, знавшие Федора Михайловича в последние два десятилетия его жизни, можем засвидетельствовать, что знали его как человека, больного тяжкую болезнью, эпилепсией, и вследствие ее иногда раздражительного и неприветливого, всегда поглощенного в свои литературные труды и часто удрученного житейскими невзгодами, но всегда доброго, серьезного и сдержанного в выражении своих мнений. Многие из нас знают Федора Михайловича и как прекрасного семьянина, нежно любившего свою жену и детей, о чем свидетельствуют и его напечатанные письма. Все сказанное Страховым в вышеупомянутом письме до того противоречит тому представлению, которое мы вынесли о нравственном облике Достоевского из более или менее близкого с ним знакомства, что мы считаем нравственным долгом своим протестовать против этих ни на чем не основанных и голословных обвинений Страхова. Переписка Достоевской с современниками, публикация Белова, Байкал, 1976 год, номер пятый, страница 144. Этот протест не был напечатан отдельно, а был положен Достоевской в основу специальной главы ее воспоминаний, ответ Страхову. Об отношениях Достоевского и Страхова смотри статьи Долинина в его книге «Последние романы Достоевского, Москва, Ленинград, 1963 год, страница 307, 343, Бурсова, «У свежей могилы Достоевского, переписка Толстого с Страховым, ученые записки Педагогического института имени Герцена, том 320, Ленинград, 1969 год, страницы 254, 270, Кирпотина, Достоевский, Страхов и Евгений Павлович Радомский, знамя, 1972 год, номер девятый и номер десятый, и вступительную статью к настоящему изданию. Письма Страхова к Достоевскому, смотри в книге «60-е годы», Москва, Ленинград, 1940 год, страница 255, 280. Глава третья. Воспоминатели. Много горя принесли мне на моем долгом веку воспоминатели, то есть лица, которые знавали или будто бы знавали лично моего покойного мужа и написали о нем свои воспоминания. Каждый раз, когда я читала, что в таком-то журнале такое-то лицо в своих воспоминаниях говорит и о моем муже, у меня сердце сжималось от тоскливого предчувствия, и я думала, ну опять какое-нибудь преувеличение, какой-нибудь вымысел или сплетня. И я редко ошибалась. Не ошиблась я и в том, что даже добросовестными воспоминаателями не всегда были поняты истинный характер и поступки Федора Михайловича, и верно оценены его нравственные качества. Конечно, я говорю лишь о личных воспоминаниях. Разборы художественной деятельности сюда не относятся. Напротив, иные из них близко подходили к тому, как Федор Михайлович сам понимал и оценивал свои произведения. Меня всегда поражал общий тон, сделавшийся почти шаблонным воспоминаний о Федоре Михайловиче. Все воспоминаатели точно по уговору представляли, вероятно, судя по его произведениям, Федора Михайловича человеком мрачным, тяжелым в обществе, нетерпимым к чужим мнениям, непременно со всеми спорящим и желающим нанести своему собеседнику какую-нибудь обиду. Кроме того, чрезвычайно гордым и преисполненным своим величием. Только немногие лица Микулич, московские родственники Федора Михайловича, господин, помнящий его на даче близ Москвы, фон Фохт, нашли возможным вынести и высказать о Федоре Михайловиче совсем иное впечатление, которое и соответствовало действительности. Микулич Встреча со знаменитостью Микулич Примечание Достоевской Фон Фохт Исторический вестник 1901 год, декабрь К биографии Федора Михайловича Достоевского Примечание Достоевской Сколько раз приходилось мне и слышать, и читать, что Федор Михайлович входил в гостиную с мрачным видом, молча пожимал руки, не удостаивая никого словесным приветствием, усаживался в кресло и угрюм умолчал, чем тотчас же вносил холодную струю в общество, до его прихода веселая и оживленная. Промолчав величественно или только изредка одним-двумя словами, отвечая на вопросы и приветствия целых полчаса, а иногда и более, Федор Михайлович наконец решался снизойти к простым смертным и начинал беседовать, но обыкновенно не с целым обществом, а выбрав кого-нибудь из лиц заведомо для него, ему подчинявшихся или его поклонников, и вел в тихомолку с ними беседу, и только иногда бросал остальному обществу презрительное или унижающее кого-нибудь словечко. Оно тотчас подхватывалось, комментировалось собеседниками, а затем, украшенное разными прибавлениями, переходило в литературные кружки как новый образец нетерпимости Федора Михайловича и его преувеличенного к себе мнения. А между тем, салонное поведение в обществе Федора Михайловича объяснялось очень просто. Федор Михайлович с возвращения из-за границы, вернее, с 1872 года, страдал катаром дыхательных путей, эмфиземой. Болезнь это, несмотря на его поездки в Эмс, усиливалось с каждым годом. Его легкие все менее и менее могли вбирать в себя необходимый для них воздух. И даже сидя у себя дома, он иногда до того задыхался, до того неистово кашлял, что, казалось, грудь его не выдержит такого напряжения и последует катастроф. Так оно и случилось. Федор Михайлович скончался вследствие кровоизлияния из легких. И вот можно представить себе, что мог испытывать мой бедный муж, когда, проехавшись по морозу или еще хуже по сырости, он взбирался к кому-нибудь в третий зала кредитного общества благородного собрания, а иногда, как к Полонским, у которых он любил бывать, в пятый этаж. Он поднимался по лестнице, останавливался на каждой ступеньке, задыхался и говорил мне иногда, не спеши, дай отдохнуть, дыхание пресеклось, дышу, как через вчетверо сложенный шерстяной платок. Я, конечно, не спешила, и наше восхождение в третий, четвертый этаж длилось минут двадцать, двадцать пять, и все-таки Федор Михайлович приходил в гости ослабевший, измученный, почти задохнувшийся. Счастье наше, если внизу не возвещал звонком швейцар о новом гости, и нам удавалось не спеша подняться по лестнице. Но так как гости сбираются приблизительно к одному времени, то нас часто обгоняли знакомые и извещали хозяев, что Федор Михайлович сейчас будет их гостем. А Федор Михайлович иногда приходил только через полчаса, отсиживаясь на стульях лестницы. Ну как же не олимпиец, когда так долго заставляет ждать своего появления, думали и говорили неприязненно настроенные против него лица. Извещенные хозяева, а иногда и поклонники Федора Михайловича, выходили навстречу к нему в переднюю, забрасывали его приветствиями, помогали ему снять шубу, шапку, кашне, а больному грудью так тяжело проделывать лишние и ускоренные движения. И Федор Михайлович входил в гостиную окончательно обессилевший и немогущий произнести ни единого слова, а только старающийся хоть немного отдышаться и прийти в себя. Вот истинная причина его мрачной внешности в тех случаях, когда ему приходилось бывать в обществе. Большинству знакомых Федора Михайловича было известно, что он болен ни одной эпилепсией, но так как Федор Михайлович никогда и никому не жаловался на свое здоровье, а всегда имел бодрый вид, никогда не отказывался ни от чтений в пользу благотворительных обществ или деловых и иных посещений, то большинство знавших его лиц до самого рокового конца не придавало значения его грудной болезни, а потому посвойственные людям слабости способно было объяснять его мрачность и неразговорчивость качествами совсем не свойственными благородному возвышенному характеру моего мужа. Бывая на вечерах в семейных домах графине Толстой, Штекеншнейдер, Полонских, Гайдебуровых и других, Федор Михайлович искал отдохновения от своей работы, возможности с кем-нибудь побеседовать, отвести душу, а потому вовсе не из гордости или олимпийства, любил втихомолку беседовать с лицами ему симпатичными, а иногда, особенно после припадка, даже неприязненно относился к знакомству с новыми лицами. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском Всеволода Соловьева 1881 год Типографии Суворина Примечания Достоевской Воспоминания Всеволода Соловьева были первоначально опубликованы в историческом вестнике 1881 год номера 3 и 4, а затем в 1881 году вышли отдельным изданием в Петербурге в типографии Суворина. О встречах с Достоевским смотри также дневник Соловьева Достоевский в неизданной переписке современников публикация Ланского Литературное наследство том 86 страница 423 426 Могу засвидетельствовать напротив, что Федор Михайлович особенно не любил в обществе ораторствовать, начинать споры и говорить кому-нибудь в пику или в насмешку. Помню, как неприятно и болезненно поразило меня в воспоминаниях Янжела упоминания о встречах его с Федором Михайловичем у Гайдебуровых на одном из их воскресных собраний. Янжел «Воспоминания о пережитом и виденном» в 1864-1909 годах выпуск 2 Санкт-Петербург 1911 год Достоевская оставила здесь место для ссылки на воспоминания Янжела, но забыла их указать. Крайне недоброжелательный тон воспоминаний о Достоевском профессора Московского университета Янжела объясняется тем, что Янжел, как и большинство профессоров Московского университета, принадлежал к либералам-западникам, резко осуждающим религиозные идеи Достоевского. В письме Канне Григорьевне Достоевской из Москвы от 28-29 мая 1880 года за несколько дней до открытия памятника Пушкину Достоевский писал «Дело главное в том, что во мне нуждаются не одни любители российской словесности, а вся наша партия, вся наша идея, за которую мы боремся уже 30 лет, ибо враждебная партия Тургенев, Ковалевский и почти весь университет решительно хочет умолить значение Пушкина как выразителя русской народности, отрицая самую народность». Переписка 328 страница Под враждебной партией из Московского университета Достоевский мог иметь в виду не только социолога и историка профессора университета Ковалевского 1851-1916 годы, оставившего, кстати, также отрицательные отзывы о Пушкинской речи Достоевского смотреть и Мирязев избранные сочинения том 2 Москва 1957 год страница 538-558 но и Янжула. Господин Янжул описал целую сцену, будто бы возмутившую всех присутствовавших, когда Федор Михайлович говорил о науке и ее представителях. Впечатление от этого описания не у меня одной осталось такое, как будто бы у Федора Михайловича существовала зависть к лицам, получившим высшее университетское образование сам ведь он окончил только инженерное училище и желание при случае обидеть и оскорбить кого-либо из представителей науки. Федор Михайлович истинное просвещение высоко ставил и между умными и талантливыми профессорами и учеными он имел многолетних и искренних друзей, с которыми ему было всегда приятно и интересно встречаться и беседовать. Таковыми были, например, Ломанский, Григорьев, Востоковед, Вагнер, Кони, Бутлеров. Посредственных же ученых, каких Федор Михайлович много знавал, не оставивших благотворного следа своей ученой или публицистической деятельности, он, конечно, в грош не ставил и, кажется, имел на это право. «Зная привычку Федора Михайловича беседовать больше с отдельными лицами, о чем свидетельствуют многие воспоминатели, мне показалось странным, как мог Янжел услышать тихий, мой муж имел глухой и подавленный голос, разговор с хозяйкой дома и понять, что выходка Федора Михайловича относилась прямо к нему с целью его оскорбить. Микулич Всеволод Соловьев Деволан Примечание Достоевской Воспоминания журналиста-этнографа и путешественника Деволана были опубликованы в журнале «Голос минувшего» 1914 год номер 4 страницы 122-135 под названием «Очерки прошлого» Федор Михайлович Достоевский Успенский К сожалению, воспоминания Янжела появились в то время, когда все свидетели этой сцены уже были умершими и точность ее не могла быть проверенную. Не менее странную показалась мне и вторая встреча воспоминателя с моим мужем. Не говоря о том, что Федор Михайлович слишком редко бывал в театре и всегда со мной, а я этой встречи не помню, мой муж навряд ли бы сам узнал профессора Янжела, так как памятью на лица, особенно виденные им однажды, совсем не обладал. В историческом вестнике 1901 года марта были помещены воспоминания студента Санкт-Петербургской духовной академии, где выдумка была на каждом слове. Эти воспоминания под названием «Три встречи с Достоевским» принадлежали Перу Зеленецкого, впоследствии церковного историка. Отрывок из этих воспоминаний хранится в Институте русской литературы. Зеленецкий вспоминает Я был еще совсем юным студентом Санкт-Петербургской духовной академии. Была пятница страстной недели. Мне вздумалось пойти к вечерне в Лаврскую церковь. Нужно заметить, что в Александро-Невской лавре церемония выноса плащаница совершается особенно торжественно. Плащаница не выносится, а переносится из одной церкви Святого Духа в другую Троицкий собор. При переносе плащаницы, которую несет сам митрополит, поет хор в 120 человек. Тебе одеющегося при этом исполняется настолько в совершенстве, что это дивное исполнение многие приезжают послушать издалека. Разумеется, чтобы видеть всю церемонию с начала до конца, нужно идти в Свято Духовскую Церковь, откуда берется плащаница, потом с народом сопровождать ее в Троицкий собор. Но я имел обыкновение заходить сначала в собор, чтобы приложиться к мощам святого Александра Невского, потому что потом, при большом стечении народа, это трудно уже бывает сделать. Войдя в собор и приложившись к мощам, я направился уже к выходу, как вдруг заметил человека в меховом пальто, который очевидно чего-то ждал и беспокойно осматривался кругом, ища чего-то своими острыми бегающими глазами. Черты лица его показались мне знакомыми. Заметив, что он чего-то ждет или ищет, я подошел к нему. Если вы мощей ищете, то они вон там у правого клироса, сказал я и показал рукою. Нет, сказал он, я жду выноса плащаницы, но странно, что народа никого нет, а между тем уже два часа, незаметно никаких приготовлений. Вынос плащаницы будет не из этой церкви, а из другой суда и после вечерни, во время которой и будут сделаны все приготовления. сказать, из какой церкви будет вынос? Их здесь не одна. Да пойдемте со мною, я вам покажу, а мне все равно по дороге. Вот очень вам благодарен, обрадовался незнакомец, пойдемте, пойдемте. Мы вышли и скоро дошли до Свято Духовской Церкви. Я указал ему вход. Большое вам спасибо. Не знаю, чем и отблагодарить вас. Если у вас будет какое-либо затруднение или нужда, я помогу. Вот моя карточка. Заходите без церемонии. На карточке стояла Федор Михайлович Достоевский. Я бросился за ним в церковь. В это время выносили из алтаря плащаницу. Достоевский стоял у колонны, смотрел на плащаницу и часто-часто крестился. Слезы градом катились из его глаз. Выражение лица его было растроганное, умиленное. Затем народная волна подхватила меня и скрыла из моих глаз Федора Михайловича. Третья и последняя моя встреча с Достоевским произошла по следующему случаю. Я начал тогда пописывать. Стихи свои я печатал в то время в журнале «Слово», издаваемом Коробчевским. Но мне казалось недостаточным, что я печатал стихотворение. Я затеял еще написать поэму. Это было неуклюжее и нескладное создание, все проникнутое любовью к народу и учащейся молодежи. Когда я писал ее, мне казалось, что из нее выйдет нечто великое, но когда кончил и прочел, то и сам нашел, что в поэме что-то неладно, и меня взяло сомнение относительно того, есть ли у меня талант? Этот вопрос меня сильно беспокоил. Другой вопрос, который волновал меня не менее, если не более первого, был об истине бытия Божия, о бессмертии души и о необходимости нравственной жизни. В детстве я был очень религиозен, но когда мне минуло 16 лет, общее увлечение молодежи Дарвином, Спенсером и теорией эволюции увлекло и меня, и я сделался скептиком, хотя по привычке и продолжал ходить в церковь. Нравственности я не отвергал, хотя и чувствовал, что без религии одной нравственности недостаточно. Да и в самой системе атеизма, по моему крайнему разумению, были большие пробелы. Кроме того, меня занимал вопрос о народничестве, и вот я решил отправиться за разрешением своих сомнений к Федору Михайловичу Достоевскому. Достоевский охотно принимал тогда молодежь, особенно обращавшись к нему за разрешением каких-либо вопросов. Жил он тогда в Кузнечном переулке. Я взошел по лестнице и позвонил. Вышло горничное. Вам кого угодно? Федор Михайлович, как о вас доложить? Скажите, что студент такой-то. Через минуту она вернулась, пожалуйста. Я вошел в кабинет Достоевского. Помню, что в первое время я не обратил внимания на обстановку и уже после заметил широкий письменный стол у окна, этажерку с книгами, массу бумаг на столе и бюст Пушкина в углу на тумбочке. Все внимание я обратил на самого хозяина этого кабинета. Большой, белый, открытый, слегка лосоватый лоб. Русское лицо, светло-русое, рожеватое, довольно редкое с проседью борода. На правой щеке родинка, глаза серые, умные и проницательные. Здравствуйте. Ну, что вам? Обратился он ко мне задушевным тоном, видя, что я смешался и не знаю, что говорить. Садитесь, пожалуйста. Тут я молча полез в боковой карман своего сюртука и достал свою поэму и несколько мелких стихотворений. Вот, Федор Михайлович, если нетрудно вам будет, то, пожалуйста, потрудитесь посмотреть и сказать, есть ли у меня талант. Печатаетесь? Я сказал. Он пробежал стихотворение. Стихи продолжайте, со временем еще больше усовершенствуетесь. А это что такое? Поэма? Да нынче их никто и не пишет. Он быстро перелистывал ее, посмотрел начало, середину и конец. Ну, вот это слабо. Видно, что вы жизни не знаете, что вы совсем зеленый мальчик. Я бы вам советовал поэмы бросить, писать стихи, а повестей не писать до тех пор, пока не узнаете жизни. Слог у вас, очевидно, есть, но с жизнью вы еще совсем не знакомы, а если и познакомитесь, вы будете писать лучше такие вещи, которые сами пережили, чем такие, о которых приходится слышать. у вас талант, что называется, субъективный. Еще раз повторяю, подождите прозой писать, наблюдайте жизнь, вдумывайтесь в ее явления, а пуще всего прислушивайтесь к движениям собственной души. лет через пять-десять можете начать писать прозой. Я поблагодарил Федора Михайловича. Это все, что вы имели мне сказать, спросил он. Нет, я не сказал вам самого главного, зачем я пришел, что же это? Тут я подробно изложил ему свою исповедь и то, в чем была моя вера. Я окончил и замолчал, тревожно глядя на Федора Михайловича. Он молчал, грустно и укоризненно качая головой. Из какого вы учебного заведения? Я сказал, боже мой, даже и туда закралось неверие, и он снова грустно покачал головой. 28 января 1881 года Достоевского не стало. Мы с одним из товарищей отправились на квартиру Достоевского. Встретила нас на этот раз жена Достоевского Анна Григорьевна и отирая градом катившиеся слезы повела нас к гробу, в котором покоился Федор Михайлович. Отпевали его в той самой церкви, где Бог судил мне впервые с ним встретиться. Там же я дал ему и прощальный поцелуй. Исторический вестник 1901 год номер 3 страницы 1021-22 1025-26 1028-29 Он описывал, что встретил Достоевского в Страстную Пятницу, когда бывает вынос плащаницы в соборе Александра Невской Лавры. Могу удостоверить, что на все великие службы Страстной и Пасхальной недель мы ходили с мужем всегда вместе. Я боялась, не произошло бы с ним от духоты и тесноты припадка. И бывали или в правом пределе Знаменской церкви, а в последние три года во Владимирской церкви. Поехать же в Невскую Лавру от нашей квартиры верст 5 в весенний день, когда по Неве идет Невский или Ладожский лед, несущий с собой холод, не могло прийти в голову моему мужу, который последние годы очень оберегал себя от простуды. Бюста Пушкина, виденного воспоминателем в углу кабинета мужа при его посещении не существовало, как и вообще у нас не имелось никаких бюстов. Наконец, последнего целования покойному в церкви Святого Духа воспоминатель отдать не мог, так как гроб не открывали для этого даже для близких, а лишь приподняли крышку гроба для предания земле. Словом, я предполагаю, что все это воспоминателю приснилось во сне, а он принял сон за действительность и напечатал в воспоминаниях. Впрочем, я очень признательна этому воспоминателю за то, что он не приписал моему мужу каких-нибудь дурных привычек, как сделал этот недавний воспоминатель Фирсов, поместивший в историческом вестнике за 1914 год июнь статью под названием «Из воспоминаний Шестидесятника». Воспоминания известного писателя, переводчика и публициста Фирсова, выступавшего в печати под псевдонимом «Русскин-Эл», назывались в редакции журнала «Русское слово» из «Воспоминаний Шестидесятника». Автор статьи видел Федора Михайловича во время своего пребывания в Старой Руси, где мой муж будто бы ежедневно приходил на вечернюю музыку и в глубокой задумчивости прогуливался волоча ноги вокруг военного оркестра, очевидно, под влиянием музыки, обдумывая свои произведения, так как будто бы приходя домой, он немедленно, опять-таки расхаживая по комнате, диктовал несколько страниц своего романа. Но всего любопытнее, что и при первом знакомстве с Достоевским в 1858-59 годах в Москве у поэта Плещеева Федор Михайлович, которому тогда могло быть 37-38 лет, тоже волочил ноги намек на кандалы, все время расхаживая по комнате. Тут, что ни слова, то ложь. Федор Михайлович любил ходить пешком и мог ходить долго, но ног никогда не волочил, а ходил размеренно ступая, привычка, оставшаяся от его военной службы. Автор статьи не замечает несообразности своего описания. Волочат ноги лишь люди, страдающие ногами, а такие больные предпочитают сидеть на месте, а не разгуливать постоянно. В старой Руссии на музыке Федор Михайлович никогда не появлялся, а или заходил в читальню просмотреть газеты, или ходил в парке минеральных вод всегда вдали от публики. Военного оркестра в Руссии не существовало, а всегда имелся небольшой струнный оркестр, 10-12 человек, вдохновиться игрой, у которого навряд ли было возможно, да и прогуливаться вокруг оркестра на виду собравшейся публики, было бы нелепо, а в комическое положение мой муж себя никогда не ставил. Я спрашиваю себя, для чего воспоминателю понадобилось сочинить всю эту небылицу, приплетя к ней имя Достоевского? К моим воспоминаниям. Мне всю жизнь представлялась некоторого рода загадкою то обстоятельство, что мой добрый муж не только любил и уважал меня, как многие мужья любят и уважают своих жен, но почти преклонялся предо мною, как будто я была каким-то особенным существом, именно для него созданным, и это не только в первое время брака, но и во все остальные годы до самой его смерти. А ведь в действительности я не отличалась красотой, не обладала ни талантами, ни особенным умственным развитием, а образование было среднего, гимназического, и вот, несмотря на это, заслужила от такого умного и талантливого человека глубокое почитание и почти поклонение. Лица, читавшие письма моего незабвенного мужа ко мне, не сочтут мои слова забахвальства, примечания Достоевской. Эта загадка для меня несколько выяснилась, когда я прочла примечание Розанова к письму Страхова от 5 января 1890 года в книге «Литературные изгнанники». Выписываю то примечание страница 208. Никто, ни даже друг исправить нас не сможет. Но великое счастье в жизни встретить человека совсем другой конструкции, другого склада, других всех воззрений, который, всегда оставаясь собою и немало не вторя нам, не подделываясь бывает к нам и не впутываясь своей душой и тогда притворной душой в нашу психологию, в нашу путаницу, в нашу мочалку являл бы твердую стену и отпор нашим глупостям и безумиям, какие у всякого есть. Дружба в противоречии, а не в согласии. Поистине, Бог наградил меня как учителем страховым, и дружба с Ним, отношения к Нему всегда составляли какую-то твердую стену, о которую я чувствовал, что всегда могу на нее опереться или, вернее, к ней прислониться. и она не уронит и согреет. Действительно, мы с мужем представляли собой людей совсем другой конструкции, другого склада, других воззрений, но всегда оставались собою. Немало не вторя и не подделываясь друг к другу, и не впутываясь своею душою, я в его психологию, он в мою, и таким образом мой добрый муж и я, мы оба чувствовали себя свободными душой. Федор Михайлович, так много и одиноко мысливший о глубоких вопросах человеческой души, вероятно, ценил это мое невмешательство в его душевную и умственную жизнь, а потому иногда говорил мне, ты единственная из женщин, которая поняла меня, то есть то, что для него было важнее всего. Его отношения ко мне всегда составляли какую-то твердую стену, о которой он чувствовал это, что он может на нее опереться, или вернее к ней прислониться, и она не уронит и согреет. Этим объясняется, по-моему, и то удивительное доверие, которое муж мой питал ко мне и ко всем моим действиям, хотя все, что я делала, не выходила за пределы чего-нибудь необыкновенного. Эти-то отношения с обеих сторон и дали нам обоим возможность прожить все 14 лет нашей брачной жизни в возможном для людей счастье на земле. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ Январь 1983 года Читал Евгений Терновский КОНЕЦ 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 КОНЕЦ